Илья Ильф и Евгений Петров. Двенадцать стульев. Читает Геннадий Постригайло. Часть первая. Старгородский лев. Голова первая. Безенчук и нимфы. В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Н люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города Н была тишайшей. Весенние вечера были упоительны. Грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы. Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака. По утрам, выпив из морозного с жилкой стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку, за волнистыми зеленоватыми стеклами, серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими с обвалившейся замазкой окнами, у Грюма возлежали дубовые, пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безинчука. Далее цирюльный мастер Пьер и Константин обещал своим потребителям холю ногтей и андулесьон на дому. Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал в поржавевшую, прислоненную к неноку торчащим воротам вывеску «Погребальная контора! Милости просим!» Хотя похоронных дел было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим!» лопнула еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе Н, а мастер Безинчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. Люди в городе Н умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в ЗАГСе, где ведал столом регистрации смертей и браков. Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета, с записями из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города Н и о генеалогических древах, произросших на скудной уездной почве. В пятницу, 15 апреля 1927 года, Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена, это было незадолго до ее смерти, нашла, что в очках он вылитый милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием. — Бонжу! — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. Бонжу указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении Гутенморген обычно значило, что печень пошаливает, что пятьдесят два года не шутка и что погода нынче сырая. Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их ущиколотых тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой и перелипчатый люстриновый пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел с щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теща Клавдии Ивановне. — Эпполит! — прогремела она. — Сегодня я видела дурной сон. Слово «сон» было произнесено с французским прононсом. Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до 185 сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением. Клавдия Ивановна продолжала. — Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке. От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками. — Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего. Последние слова были произнесены с такой силой, что коре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал. — Ничего не будет, маман. Заводы вы уже вносили. Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была дочерь излучайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард львиное сердце от крика которого, как известно, приседали кони. И, кроме того, что было самым ужасным, Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему, под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья. Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дома. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислоняясь к дверному косяку и скрестив руки на груди, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрьгорячительных напитков глаза мастера были ярко желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем. — Почет дорогому гостю! — прокричал он с короговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. — С добрым утром! Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу. — Как здоровье, чёщеньки? Разрешите узнать? — Неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше. — Ну, дай бог здоровьичка! — с горечью сказал Безенчук. — От них убытков сколько несем, тут-то его в качель. И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери. У врат похоронного бюро нимфа Ипполита Матвеевича снова попридержали. Владельцев нимфы было трое. Они в раз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тёщи. — Здорово, здорово! — ответил Ипполит Матвеевич. — Что ей сделается? Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было видение во сне. Три нимфа переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он против обыкновения пришёл на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал своё дело и уходи», показывали пять минут десятого. Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении «мацистом», хотя у настоящего «мациста» никаких усов не было. Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил её на стул, придал усам правильное направление, параллельно линии стола, и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки, и поэтому пользовался синим войлоком. За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей, мужчина и девица. Мужчина в суконном наватепиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом «Сделал своё дело и уходи». Хотя дело своего мужчина в пиджаке ещё и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришёл, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель, Э-2 и, дёрнув щёчкой, углубился в бумаге. Девица в длинном жакете, обшитом блестящей чёрной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, теплее от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу. — Товарищ, — сказала она, — где тут? Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для себя самого гаркнул. — Сочетаться! — Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета. — Рождение, смерть... — Сочетаться! — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам. Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрёпанных паспортах. Приняв от молодожёнов два рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись, «За совершение таинства!» и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь. В своё время он нашивал корсет. Толстые жёлтые лучи солнца лежали на его плечах, как эпалеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двояко вогнутые стёкла пенсне лучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки. «Молодые люди», — заявил Ипполит Матвеевич выспринно, — «позвольте вас поздравить, как говорилось раньше, с законным браком. Очень-очень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень-очень приятно». Произнесший эту тираду, Ипполит Матвеевич, пожал на вобрачном руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скорышевателя Э-2. За соседним столом служащие хрюкнули в чернильнице. Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе плуг и молот. Никто этому не удивился. Потом раздалось металлическое кряканье и клекот мотора. С улицы имени товарища Губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры у исполкомовского автомобиля ГОС номер один с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ядовитом дыму. Служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безинчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто. Служебный день подходил к концу. На соседней, желтенькой, с белым колокольне, что есть моча, забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью. Ипполиту Матвеевичу пора было уходить. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь к явному разорению гробовщиков ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и, уже было мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, и на пороге ее появился гробовых дел мастер Безинчук. — Почет дорогому гостю! — улыбнулся Ипполит Матвеевич. — Что скажешь? — Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не мог. — Ну? — спросил Ипполит Матвеевич более строго. — Нимфа, тут и ее в хачель. Разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве она ж может покупателя удовлетворить? Гроб, он же одного лесу сколько требует. — Чего? — спросил Ипполит Матвеевич. — Да вот это, Нимфа, их три семейства с одной торговлюшки живут. У них и материал не тот, и отделка хуже, и кисть жидкая туда и в хачель. — А я фирма старая, основан в 1907 году. У меня гроб огурчик, отборный, любительский. — Ты что же это, с ума сошел? — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. — Обалдеешь ты среди гробов. Безинчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения. — И еще когда милость и прочим было, тогда, да, верно, против ихнего глазету ни одна фирма, даже в самой Твери выстоять не могла туда ее в качель. — А теперь я прямо скажу, лучше моего товара нет, и не ищите даже. Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безинчука сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно. Три владельца нимфы стояли у своего заведения в тех же посох, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, темно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное. При виде своих коммерческих врагов Безинчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову «Уждуплю за тридцать два рублика!» Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг. «Можно в кредит?» — добавил Безинчук. Трое же владельцев нимфы ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь. В конец рассерженный глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор. Подобрав правую рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу. Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками. — Ей хуже. Она только что исповедовалась. Не стучите сапогами. — Я не стучу, — покорно ответил Ипполит Матвеевич. — Что же случилось? Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты. — Сильнейший сердечный припадок. И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила. — Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой. Смотрю, дверь открыта. В кухне никого, и в этой комнате тоже. Ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее. Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну, лежащую из разцовой печки, в совершенно мертвенном состоянии. Но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи. Глава вторая. Кончина мадам Петуховой. Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чипце интенсивно-абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили шантеклер и только начинали танцевать аргентинский танец танго. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок. — Клавдия Ивановна, — позвал Воробьянинов. Теща быстро зашевелила губами, но вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и словно ртуть скользнула по лицу. — Клавдия Ивановна, — повторил Воробьянинов, — что с вами? Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок. В комнату тихо вошла агрономша и увела Воробьянинова за руку, как мальчика, которого ведут мыться. — Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. — Вы, голубчик, вот что, сходите к вам аптеку, нате комитацию и узнайте, почем пузыри для льда. Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах. До аптеки бежать было далеко. По-гимназически зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич торопливо вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне истекающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислоняясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках три нимфа и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал. «Потается тут их в качель под ногами». Посреди Старопанской площади у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью «Поэзия есть бог в святых мечтах земли» велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что все там будем и что Бог дал, Бог и взял. Парикмахер Пьер и Константин, охотно отзывавшийся, впрочем, на имя Андрея Иванович, и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек». «Современная наука», — говорил Андрей Иванович, — «дошла до невозможного. Вот возьмите, скажем, у клиента прыщик на подбородке вскочил. Раньше до заражения крови доходило. А теперь в Москве, говорят, не знаю, правда это или не правда, на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка, полагается». Граждане протяжно вздохнули. «Но это ты, Андрей, малость перехватил. Да где же это видно, чтобы на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же». Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис, даже разнервничался. «Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей. Так значит, что, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально». Разговор принимал горячие формы, и черт знает, до чего дошел бы, если бы в конце осыпной улицы не показался Ипполит Матвеевич. «Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит?» «Помрет старуха. Недаром Безинчук по городу сам не собой бегает». «А доктор что говорит?» «Да что доктор? В страх касте разве доктора и здорового залечат». Пьер и Константин, давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись. «Теперь вся сила в гемоглобине», — сказав это, Пьер и Константин умолк. Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина. Когда поднялась луна, и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство. Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И, как представители полиции, а впоследствии милиции не старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день. В деревянных с наружными ставнями домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер. Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы. Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук. — Так как же прикажете, господин Воробьянинов? — спросил мастер, прижимая к груди картуз. — Ну что же, пожалуй, — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич. — А нимфа туда ее в качель разве товар дает? — заволновался Безенчук. — Да пошел ты к черту, надоел. — Я ничего, я насчет кистей и глазета. Как сделать туда ее в качель? Первый сорт прямо или как? — Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб, сосновый. Понял? Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился в освояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян. На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. — Жениться, — подумал Ипполит Матвеевич, — на ком? На племяннице начальника милиции? На Варваре Степановне? Жене просятся? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там? Затаскает по судам. Да и накладно. Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом. Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго. Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее, но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье. — Эпполит, — повторила теща, — помните вы наш гостинный гарнитур. — Какой? — спросил Ипполит Матвеевич, с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям. — Тот, обитый английским сицем. — Ах, это в моем доме? — Да, в Старгороде. — Ну, как же, помню, отлично помню. Диван, держина стульев и круглый столик о шестиножках. Мебель была превосходная, гамсовская. А почему вы вспомнили? — Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный в узковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагеротипами сановных родственников на стенах. Тут Клавдия Ивановна деревянным равнодушным голосом сказала — В сиденье стула я зашила свои бриллианты. Ипполит Матвеевич покосился на старуху. — Какие бриллианты? — спросил он машинально, но тут же спохватился. — А разве их не отобрали тогда, во время обыска? — Я спрятала бриллианты в стул, — упрямо повторила старуха. Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит. — Ваши бриллианты? — закричал он, пугаясь силой своего голоса. — В стул? Да кто же вас надоумил? Почему вы не дали их мне? — Как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха. Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова вскочил. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу, в голове начинало гудеть. — Но вы их вынули оттуда? Они здесь? Старуха отрицательно покачала головой. — Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином. — Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом. И уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающий, с грохотом отодвинул стул и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича. — Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, может быть, что они смирехонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши регалии? Старуха ничего не ответила. У дела производителя ЗАГСа от злобы свалилась с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой дужкой, грянулась об пол. — Как засадить в стул бриллиантов на семьдесят тысяч, в стул, на котором неизвестно, кто сидит? Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчас же упала на стеганное фиолетовое одеяло. Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке. — Умирает, кажется. Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад. Покуда чета агрономов со своей прислугой прибирала в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь на скамьи и принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты. В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго Амапа, представлялись ему московская зима и длинный черный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу, и оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны. Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся от тела гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал. — Не звоньте беспокоиться, господин Воробьянинов, — сказал он горячо, как бы продолжая начатый давечий разговор. — Гроб, он работу любит. — Умерла Клавдия Ивановна, — сообщил заказчик. — Ну, царствие и невестное, — согласился Безенчук. — Представилась, значит, старушка. А старушки они завсегда представляются. Или Богу душу отдают. Это смотря какая старушка. Вот ваша, например, манька и в теле, значит, представилась. А, например, которая похрупнее да похудее, та считается Богу душу отдаёт. — То есть как это считается? У кого это считается? — У нас и считается, у мастеров. Вот вы, к примеру, мужчина видный, возвышенный в росту, хоть и худой. Вы считается, если, не дай бог, помрёте, то в ящик сыграли, а который человек торговый, бывший в купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или там кто из крестьян, а про того, говорят, перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие, когда помирают железнодорожные кондуктора или изначальство кто, то считают, что дубы дают. Так про них и говорят. А на что вы слышали, дубы дал. Потрясённый этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил. — Ну, а когда ты помрёшь, как про тебя мастера скажут? — Я человек маленький. Скажут, гикнулся, бизинчук, а больше ничего не скажут. И строго добавил. — Мне дуб дать или сыграть в ящик невозможно. У меня комплекция мелкая. — А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужели без кистей и глазету ставить будете? Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперёд. Бизинчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и по обыкновению бармача. Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким вафельным льдом. На улице имени товарища Губернского, куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях. Пожарные, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами в касках и пели нарочито противными голосами. — Нашему брандмейстеру слава! Нашему дорогому товарищу Насосову слава! — На свадьбе у Кольки брандмейстерова сына гуляли, — равнодушно сказал Бизинчук и почесал под тулупом грудь. — Так неужто без глазету и без ущего делать? Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. — Поеду, — решил он. — Найду, а там посмотрим. И в бриллиантовых мечтах даже покойница теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Бизинчуку. — Черт с тобой! Делай глазетовый с кистями! Глава третья Зерцала грешного Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел рассеянно, глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль гос-номер один. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полуголопом. Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор, в свободные от всеношной дни, любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую на ватине рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлении матушки заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть». Матушка присела на стул и боязливо зашептала «Новое дело затеял». Порывистая душа отца Федора не знала покоя, не знала она его никогда, ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища Федей, ни когда он был усатым семинаристом Федор Ивановичем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город Н. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем. Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика. Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло, наваривал его пуды, но мыло хоть и заключало в себе огромный процент жиров, не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем плуг и молотовское. Мыло долго потом мокло и разлагалось в синях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. И еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму. Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжины производителей, и уже через два месяца собака-нерка, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполонивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Но проклятые обыватели города Энн оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали востриковских кроликов. Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли жаркое, битки и пожарские котлеты. Кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Но это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не больше 40 животных, в то время как ежемесячный приплод составляет 90 штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Тогда востриковы решили давать домашние обеды. Отец Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами «дешево» и «вкусно». Попадья наполнила эмулированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор поздно вечером налепил объявление на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений. Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось семь человек, в том числе делопроизводитель военкомата «Бендин» и заведующий под отделом благоустройства «Козлов», чаянием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины триумфальная арка Елизаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился, но другой день явилось четырнадцать человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай. Кооператив «Плуг и молот», который был заперт уже три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка пыхтят усилий, выкатили на задний двор общий с двором отца Федора бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грузунов начал сам мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил двести сорок производителей и неподдающийся учету приплод. Ошеломленный отец Федор притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дома Воробьяниного и запершись к удивлению матушки в спальне. Все указывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей всю его душу. Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Ответа не было, только усилилось пение. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец. — Дай мне, мать, ножницы поскорее, — быстро проговорил отец Федор. — А ужин как же? — Ладно, потом. Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к стенному зеркалу в поцарапанной черной раме. Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка зерцала грешного, печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешила отца Федора зерцала грешного после неудачи с кроликами. Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу. Сим молитву деет, хам пшеницу сеет, яфет власть имеет, смерть всем владеет. Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами — дело пустое. Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет», — тучный богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне. Отец Федор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной. Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал «Помоги мне, хоть ты, матушка, никак не могу вот со своими волосищами справиться». Матушка от удивления даже руки назад отвела. «Что ж ты над собой сделал?» вымолвила она наконец. «Ничего не сделал, подстригаюсь, помоги, пожалуйста, вот здесь как будто скособочилась». «Господи!» сказала матушка, посягая на локоны отца Федора. «Неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?» В таком направлении разговора отец Федор обрадовался. «А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что, не люди?» «Да и люди, конечно, люди», согласилась матушка ядовито. «Ну как же, по иллюзионам ходят, алименты платят». «Ну и я по иллюзионам буду бегать». «Бегай, пожалуйста». «И буду бегать». «Да бегаешься, ты в зеркало на себя посмотри». И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами. Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров. Дальнейшее еще больше поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиной картуз. «Никуда не пойду», — заявила матушка и заплакала. Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену изменившимся своим лицом, молол чепуху. Матушка поняла только одно. Отец Федор ни с того ни с сего остригся, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает. — Не бросаю, — твердил отец Федор, — не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может? — Не может, — говорила попадья. Отцу Федору, человеку в обращении с ближними к Роткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал, попадья все же очень испугалась и, накинув платок, побежала к брату за штатской одеждой. Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал «женщинам тоже тяжело» и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного или картонка от папиросной коробки «Пляж» с тремя красавицами, лежащими на усыпанном галькой Батумском берегу. Сундучок в Остриковых, к неудовольствию отца Федора, также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни Батумских красоток. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и взятие перемышля, и раздача теплых вещей нижним чинам на позициях, и мало ли что еще там было. Выложив на пол лежавшие наверху книги, комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстеннейшую историю раскола и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан был курящийся везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый обтерханный Женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе двадцать золотых десяток, все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора. Он привычным движением руки приподнял полурясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке оставалось еще двадцать рублей. — Но хозяйства хватит, — решил он. Глава четвертая. Муза дальних странствий. За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федор, в коротеньком, чуть ниже колен пальто и сплетенной корзинкой, стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои открытые взором всех мирян полосатые брюки. Посадка в бесплацкартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью приогромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бегал со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему неправильный билет и только впущенный, наконец, в вагон, вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел. Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль, по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды. Интересная штука — полоса отчуждения. Самый обыкновенный гражданин, попав в нее, чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо просто в безбилетного забулдыгу, обращающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров. С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчас же к нему подскакивают Ермаки Тимофеевичи в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны. Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножек с корнем вырванных пассажирами. Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно, через каждые три минуты, весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот. Умирает старый еврей. Тут жена стоит, дети. А Моня здесь? Еврей спрашивает еле-еле. Здесь. А тетя Брана пришла? Пришла, пришла. А где бабушка? Я ее не вижу. Да вот же она стоит. А Исаак? Исаак тут. А дети? Вот все дети. А кто же в лавке остался? Сию же секунду чайники начинают брюцать, и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтем соседей и умоляющий крича, «А вот мне рассказывали!» С трудом завладевает вниманием и начинает. Один еврей приходит домой и ложится спать рядом со своей женой. Вдруг он слышит, под кроватью кто-то скребется. Еврей опустил под кровать руку и спрашивает, «Это ты, Джек?» А Джек лизнул руку и отвечает, «Это я!» Пассажиры умирают от смеха. Темная ночь закрывает поля, Из провозной трубы вылетают вертлявые искры, И тонкие семафоры в светящихся зеленых очках Щепетильно проносятся мимо, глядя поверх поезда. Интересная штука полоса отчуждения. Во все концы страны бегут тяжелые длинные поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога, Везде горит зеленый огонь, Путь свободен. Полярный экспресс подымается к Мурманску. Согнувшись из горбец на стрелке, С Курского вокзала выскакивает первый кап, Прокладывая путь на Тифлис. Дальневосточный курьер огибает Байкал, Полным ходом приближаясь к Тихому океану. Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Федора из тихой уездной обители И бросила невесть в какую губернию. Уже и бывший предваритель дворянства, А ныне дело-производитель ЗАГСа Ипполит Матвеевич Воробьянинов, Потревожен в самом нутре своем И задумал, черт знает, что такое. Носят людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы Находит в себе сияющую невесту. Другой в погоне за сокровищами Бросает почтово-телеграфное отделение И как школьник бежит на Алдан. А третий так и сидит себе дома, Любовно поглаживая созревшую грыжу И читая сочинение графа Салиаса, Купленный вместо рубля за пять копеек. На второй день после похорон, Управление которыми любезно взял на себя Гробовой мастер Безенчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу И, исполняя возложенные на него обязанности, Зарегистрировал собственноручно Кончину Клавдии Ивановны Петуховой, Пятидесяти девяти лет, Домашней хозяйки, беспартийной, Жительство, имевшее в уездном городе Н, И родом, происходивший из дворян Старгородской губернии. Затем Ипполит Матвеевич Испросил себе узаконенный двухнедельный отпуск, Получил сорок один рубль отпускных И, распрощавшись со служивцами, Отправился домой. По дороге он завернул в аптеку. Провизор Леопольд Григорьевич, Которого домашние и друзья называли Липа, Стоял за красным лакированным прилавком, Окруженный молочными банками с ядом, И с нервностью продавал Свояченице-брандмейстера Крем Анго против загара и веснушек Придает исключительную белизну кожи. Свояченица-брандмейстера, Однако требовала пудру Рошель, Золотистого цвета, Придает телу ровный, Недостижимый в природе загар. Но в аптеке был только Крем Анго против загара, И борьба столь противоположных продуктов Парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, Продавший свояченице-брандмейстера Губную помаду и клоповар, Прибор, построенный по принципу самовара, Но имеющий внешний вид лейки. — И что вы хотели? — Средство для волос. — Для ращения, уничтожения, окраски? — Какое там ращение? — Сказал Иппалит Матвеевич. — Для окраски. — Для окраски есть замечательное средство — Титаник. Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, Ни мыльной пеной, ни керосином. — Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит 3 рубля 12 копеек. Рекомендую, как хорошему знакомому. Ипполит Матвеевич повертел в руках Квадратный флакон Титаника, Со вздохом посмотрел на этикетку И выложил деньги на прилавок. Ипполит Матвеевич возвратился домой И с омерзением стал поливать голову и усы Титаником. По квартире распространилось зловоние. После обеда вонь убавилась, Усы обсохли, слиплись, И расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался С несколько зеленоватым отливом, Но вторично красить уже было некогда. Ипполит Матвеевич вынул из тещины шкатулки, Найденный им накануне список драгоценностей, Пересчитал все наличные деньги, Запер квартиру, Спрятал ключи в задний карман, Сел в ускоренный номер 7 И уехал в Старгород. Глава пятая. Великий комбинатор. В половине двенадцатого, С северо-запада, Со стороны деревни Чмаровки, В Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный. — Дядь! — весело кричал он. — Дай десять копеек! Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко И подал его беспризорному. Но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, Иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал. — Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, Ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию. — О, бая дырка, тириран, тириран, — запел он, подходя к привозному рынку. Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, Выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать. — Кому астролябию? Дешево продается астролябия. Для делегаций и женотделов скидка. Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами И толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астролябии уже два раза прошел агент старгуп розыска. Но так как астролябия ни в какой мере не походила На украденную вчера из канцелярии маслоцентра пишущую машинку, Агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел. К обеду астролябия была продана слесарю за три рубля. — Сама мерит, — сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю. — Было бы что мерить. Освободившись от хитрого инструмента, Веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» И пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую, Бывшая Большая Пушкинская, Пересек кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел. В городе было две Советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, Молодой человек очутился на улице Ленских событий, Бывшей Денисовской. Подле красивого двухэтажного особняка с вывеской «СССР-РСФСР» «Второй дом социального обеспечения Старгубстраха» Молодой человек остановился, Чтобы прикурить у дворника, Который сидел на каменной скамеечке при воротах. — А что, отец? — спросил молодой человек, затянувшись. — Невесты у вас в городе есть? Старик-дворник ничуть не удивился. — Кому и кобыла невеста? — ответил он, Охотно ввязываясь в разговор. — Больше вопросов не имею, — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос. — В таком доме да без невест? — Наших невест, — возразил дворник, — Давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богодельня, Старухи живут на полном пансивоне. — Понимаю, это которые еще до исторического материализма родились. — Уж это верно. Когда родились, тогда и родились. — А в этом доме что было до исторического материализма? — Когда было? — Ну, тогда, при старом режиме. — О, при старом режиме барин мой жил. — Буржуй. — Сам ты буржуй. Сказано тебе, предводитель дворянства. — Пролетарий, стало быть. — Да сам ты пролетарий. Сказано тебе, предводитель. Разговор с умным дворником, Слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, Продолжался бы еще бог знает сколько времени, Если бы молодой человек не взялся за дело решительно. — Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить. — Ну, угости. На час оба исчезли, а когда вернулись назад, Дворник был уже вернейшим другом молодого человека. — Так я у тебя переночую, — говорил новый друг. — А по мне хоть всю жизнь живи, раз хорош человек. Добившись так быстро своей цели, Гость проворно спустился в Дворницкую, Снял апельсинные штиблеты И растянулся на скамейке, Обдумывая план действий на завтра. Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. — Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный. Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, Постоянно кидала его в разные концы страны И теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести Дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделать со многоженцем И спокойно переезжать из города в город, Таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. А можно было завтра же пойти в Стардеткомиссию И предложить им взять на себя распространение еще не написанной, Но гениально задуманной картины Большевики пишут письмо Чемберлену. По популярной картине художника Репина Запорожцы пишут письмо Султану. В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей четыреста. Оба варианта были задуманы Остапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многоженством родился под влиянием Вычитанного в вечерней газете судебного отчета, Где ясно указывалось, что некий многоженец Получил всего два года без строгой изоляции. Вариант два родился в голове Бендера, Когда он по контрамарке обозревал выставку Ахрор. Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного серого в яблоках костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, Потому что мужская сила и красота Бендера Были совершенно неотразимы для провинциальных маргарит на выданье. Но это было бы, как говаривал Остап, Низкий сорт, нечистая работа. С картиной тоже не все обстояло гладко. Могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать товарища Калинина В папахе и белой бурке, А товарища Чичелина голым по пояс. Ну, в случае чего, Можно, конечно, было нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, Но это уже не то. — Не будет того эффекта, — произнес Остап вслух. Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома. — Полицмейстер ему честь отдавал. — Подходишь к нему, положим, буду говорить, На Новый год с проздравлением. Трешку дает. На Пасху положим, буду говорить, Еще трешку. Ну, положим, в день ангела ихнего поздравляешь. Ну, вот, одних проздравительных за год рублей пятнадцати набежит. Медаль, медаль мне даже обещалось представить. Я, говорит, хочу, чтобы дворник у меня с медалью был. Так и говорит. Ты, Тихон, считай себя уже с медалью. Ну, и что, дали? Да ты погоди. Мне, говорит, дворника без медали не нужно. В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. Царь, говорит, за границу уехал. Сейчас никак невозможно. А приказал мне барин ждать. Ты, говорит, Тихон, жди, и без медали не будешь. А твоего барина что, шлепнули? Неожиданно спросил Остап. Никто не шлепал, сам уехал. А чего ему тут было с солдатней сидеть? А теперь медали за дворницкую службу дают? Дают, могу тебе выхлопотать. Дворник с уважением посмотрел на Бендера. Мне без медали никак нельзя. У меня служба такая. А куда ж твой барин уехал? Ах, кто его знает. Люди говорили, в Париж уехал. А, белые акации, цветы эмиграции. Он, значит, эмигрант. Да сам ты, эмигрант. В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали. А их хоть каждый день, проздравляй, гривенника не получишь. Эх, барин был. В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под пенснеда военным блеском. Барин, — страстно замычал Тихон, — из Парижа. Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в дворницкой постороннего, голый фиолетовый ступни которого только сейчас увидел из-за края стола, смутился и хотел было бежать. Но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполит Матвеевичем. — У нас хоть и не Париж, но милости просим к нашему шалашу. — Здравствуй, Тихон, — вынужден был сказать Ипполит Матвеевич. — Я вовсе не из Парижа. Что это тебе взбрело в голову? Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть. — Отлично, — сказал он, кося глазом, — вы не из Парижа. Ну, конечно, вы приехали из Скалогрива навестить свою покойную бабушку. Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот понял, что случилось. А когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, а его, Тихона, выставили из дворницкой, и что в левой руке его зажат бумажный рубль. Тщательно заперев за дворником дверь, Бендер обернулся к все еще стоявшему посреди комнаты Воробьянинову и сказал. — Спокойно, все в порядке. Моя фамилия Бендер, может, слышали? — Не слышал, — нервно ответил Ипполит Матвеевич. — Ну да, откуда же в Париже может быть известно имя Астата Бендера? — Тепло теперь в Париже. Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме. — Что за чепуха? — воскликнул Ипполит Матвеевич. — Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из... — Чудно-чудно, из Маршанска. Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя плохо. — Ну, знаете, я пойду, — сказал он. — А куда же-то вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет. Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера. — Я вас не понимаю, — сказал он упавшим голосом. — Это не страшно. Сейчас поймете. Одну минуточку. Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты, прошелся по комнате и начал. — Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? — Должно быть дорогое удовольствие. Один мой знакомый недавно переходил границу. Он живет в Слабуте с нашей стороны, а родители его жены с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит дело плохо. Обеда нет, в комнате грязно, и решил он помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре сидит, она ему передачу носит. А вы тоже через польскую границу переходили? Честное слово, вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к бриллиантам. Честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов, я могу паспорт показать. При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт, это такой пустяк, что об этом смешно говорить. Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете ли, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже. А потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать. Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков бриллиантов он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых, все же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда всему конец, а может быть, еще и посадят. — Вы все-таки никому не говорите, что меня видели, — просительно сказал Ипполит Матвеевич. — Могут и впрямь подумать, что я иммигрант. — Вот-вот-вот-вот-вот, это так он гениально. Прежде всего актив. Имеется иммигрант, вернувшийся в родной город. Пассив, он боится, что его заберут в ГПУ. — Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не иммигрант. — А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали? — Ну, приехал из города Энн, по делу. — По какому делу? — Ну, по личному делу. — И после этого вы говорите, что вы не иммигрант? — Один мой знакомый тоже приехал. Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера, и, видя, что его не собьешь с позиции, покорился. — Хорошо, — сказал он. — Я вам все объясню. — Ну, в конце концов, без помощника трудно, — подумал Ипполит Матвеевич. А жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен. Глава шестая. Бриллиантовый дым. Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы, из которых при прикосновении гребешка вылетела дружная стайка электрических искр, и, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тещи. В продолжении рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся! А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшиеся на носу пенсне, с ударением произносил «Три нитки жемчуга». Хорошо помню. Две по сорок бусин, а одна большая в сто десять. Бриллиантовый кулон. Клавдия Ивановна говорила, что четыре тысячи стоят старинной работы. Дальше шли кольца. Не обручальные кольца, толстые, глупые и дешевые, а тонкие, легкие, с впаянными в них чистыми, умытыми бриллиантами. Тяжелые ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разноцветный огонь, браслеты в виде змей с изумрудной чешуей, фермуар, на который ушел урожай с пятисот десятин, жемчужное колье, которое было бы по плечу только знаменитой опереточной Примадонне. Венцом всему была сорокатысячная диадема. Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленной Дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату. Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от звука голоса Остапа. — Ну что ж, выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила? — Тысяча семьдесят семьдесят пять. — Хм, теперь, значит, стоит полтораста тысяч. — Неужели так много? — обрадованно спросил Воробьянинов. — Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это. — Как плюнуть? — Слюной, — ответил Остап. — Как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет. — Как же так? — А вот так. Сколько было стульев? — Дюжина. Гостиный гарнитур. — Давно, наверное, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках. Воробьянинов так испугался, что даже встал с места. — Спокойно. — Спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал вырабатывать условия. — В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель, получаю 60%. А соцстрах можете за меня не платить. Мне это все равно. Ипполит Матвеевич посерел. — Это грабеж средь бела дня. — А сколько же вы думали мне предложить? — Ну, пять процентов. Ну, десять, наконец. Вы же поймите, это же пятнадцать тысяч рублей. — А больше вы ничего не хотите? — Нет. — А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат? — В таком случае, простите, — сказал Воробьянинов в нос. — У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом. — Ага, в таком случае, простите, — возразил великолепный Остап, — у меня есть не меньше основания, — как говаривал Энди Такер, — предполагать, что и я один смогу справиться с вашим делом. — Мошенник! — закричал Ипполит Матвеевич, задрожав. Остап был холоден. — Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши бриллианты почти что у меня в кармане? И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость? Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло. — Двадцать процентов, — сказал он угрюмо. — И мои харчи, — насмешливо спросил Остап. — Двадцать пять. — И ключ от квартиры. — Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч. — К чему такая точность? — Ну, так и быть. Пятьдесят процентов. Половина ваша, половина моя. Торг продолжался. Остап уступил еще. Он из уважения к личности Воробьянинова соглашался работать из сорока процентов. — Шестьдесят тысяч! — кричал Воробьянинов. — Вы довольно пошлый человек, — возражал Остап. — Вы любите деньги больше, чем надо. — А вы не любите денег, — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты. — Не люблю. — А зачем же вам шестьдесят тысяч? — Из принципа. Ипполит Матвеевич только дух перевел. — Ну что, тронулся лед? — добивал Остап. Воробьянинов запыхтел и покорно сказал. — Тронулся. — Ну, по рукам, уездный предваритель командчий. — Лед тронулся, лед тронулся, господа присяжные заседатели. После того, как Ипполит Матвеевич, обидевшись на прозвище предварителя командчий, потребовал извинения, и Остап, произнеся извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции. В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные полисадники и надолго приникая к столбам, тащился в свой подвал. На его несчастье было новолуние. — А-а-а! Пролетарий умственного труда! Работник метлы! — воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника. Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз. — Это конгениально! — сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу. — А ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль? — Можно, — сказал дворник неожиданно. — Послушай, Тихон, — начал Ипполит Матвеевич. — Не знаешь ли ты, дружок, что с моей мебелью? Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Но из дворницкого рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался оглушительный крик. — Бывали дни веселые! — Дворницкая наполнилась громом и звоном. Дворник трудолюбиво и старательно исполнял песню, не пропуская ни единого слова. Он ревел, двигаясь по комнате, то бессознательно ныряя под стол, то ударяясь картузом о медную цилиндрическую гирю ходиков, то становясь на дно колено. Ему было страшно весело. Ипполит Матвеевич совсем потерялся. — Придется отложить опрос свидетелей до утра, — сказал Остап. — Будем спать. Дворника тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью. Воробьянинов и Остап решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка-ковбой в черную и красную клетку. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным читателю лунным жилетом оказался еще один гарусный ярко-голубой. — Хм, жилет прямо на продажу, — завистливо сказал Бендер. — Он мне как раз подойдет. Продайте. Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии. Он морщась согласился продать жилет за свою цену — восемь рублей. — Деньги после реализации нашего клада, — заявил Бендер, принимая от Воробьянинова теплый еще жилет. — Нет, я так не могу, — сказал Ипполит Матвеевич краснея. — Позвольте жилет обратно. Деликатная натура Остапова взмутилась. — Но ведь это же лавочничество, — закричал он. — Начинать полуторасоттысячное дело и ссориться из-за восьми рублей. Учитесь жить широко. Ипполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал. — Двадцать пятое, четвертое, двадцать седьмого года. Выдано товарищу Бендеру рублей восемь. Остап заглянул в книжечку. — Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть введите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести шестьдесят тысяч рублей, которые вы мне должны. А в кредит — жилет. Сальдо в мою пользу — пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто два рубля. Еще можно жить. После этого Остап заснул беззвучным детским сном. А Ипполит Матвеевич снял с себя шерстяные напульсники, баронские сапоги и, оставшись в заштопанном егеревском белье, посапывая, полез под одеяло. Ему было очень неудобно. С внешней стороны, где не хватало одеяла, было холодно, а с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого комбинатора. Всем троим снились сны. Воробьянинову привиделись сны черные, микробы, угрозыск, бархатные толстовки и гробовых дел мастер Безинчук в смокинге, но не бритый. Остап видел вулкан Фудзияму, заведующего маслотрестом, и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами днепростроя. А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра, и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный. Долго, с удивлением, смотрел он на спящих в его постели людей. Ничего не поняв, он взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности, подбирать конские яблоки и кричать на богоделок. Глава седьмая. Следы Титаника. Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал Гудморген и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикально черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразились большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый ус был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен той уже травянистой каймой. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. — Вы с ума сошли! — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды. — Товарищ Бендер! — умоляюще зашептала жертва «Титаника». Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора, учредителя концессии, главный руководитель работ и технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «не могу» и снова бушевал. — С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер, — сказал Ипполит Матвеевич, с дрожью шевеля зелеными усами. Это придало новые силы изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут десять. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. — Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вошь? Вы на себя посмотрите. — Ну, ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар. — Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Покажите-ка, флакон. И потом, посмотрите. Вы читали это? — Читал. — А вот это, маленькими буквами. Тут ясно сказано, что после мытья горячей и холодной водой, или мыльной пеной и керосином, волосы надо отнюдь не вытирать, а сушить на солнце или у примуса. — Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой липой? Ипполит Матвеевич был подавлен. Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил опохмелиться. — Выдайте рубль героя труда, — предложил Остап, — и, пожалуйста, только не записывайте на мой счет. Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем. — Подожди, отец, не уходи, дельца есть. Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут консессионеры знали все. Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел, за исключением одного гостиного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него за вхозом второго дома с отца Беса. — Так, значит, он здесь, в доме? — Здесь и стоит. — А скажи, дружок, — замирая спросил Воробьянинов, — когда стул был у тебя, ты его не чинил? — Чинить его невозможно. В старое время работа была хорошая. Еще тридцать лет такой стул может выстоять. — Иди, иди, дружок, возьми еще рубль, да смотри, никому не говори, что я приехал. — Могила, гражданин Воробьянинов! Услав дворника и прокричав, лед тронулся, а Стабендер снова обратился к усам Ипполита Матвеевича. — Придется красить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку. — Ваш Титаник ни к черту не годится столько собак красить. Вот в старое время была красочка. Мне один беговой профессор рассказал волнующую историю. — Вы интересовались бегами? — Нет, жалко, волнующая вещь. Так вот, был такой знаменитый комбинатор, граф Друдский. Он проиграл на бегах пятьсот тысяч. Король проигрыша. И вот, когда у него уже, кроме долгов, ничего не было, и граф подумывал о самоубийстве, один жучок дал ему за пятьдесят рублей замечательный совет. Граф уехал и через год вернулся с орловским рысаком-трехлеткой. После этого граф не только вернул свои деньги, но даже выиграл еще тысяч триста. Его орловец, Маклер, с отличным аттестатом, всегда приходил первым. На дерби он на целый корпус обошел Макмагона. Гром, но тут Курочкин, слышали, замечает, что все орловцы начинают менять масть, а один только Маклер, как Дуся, не меняет цвета. Скандал был неслыханный. Графу дали три года. Оказалось, что Маклер не орловец, а перекрашенный метис, а метисы гораздо резвее орловцев, и их к ним на версту не подпускают. Каково? Вот эта красочка. Не то, что ваши усы. Но аттестат. У него ведь был отличный аттестат. Такой же, как этикетка на вашем Титанике, фальшивый. Давайте деньги на краску. Остап вернулся с новой микстурой. На яда. Возможно, что лучше вашего Титаника. Снимайте пиджак. Начался обряд перекраски. Но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью Титаника, неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краске солнечного спектра. Ничего еще не евший с утра воробьянинов злобно ругал все парфюмерные заводы, как государственные, так и подпольные, находящиеся в Одессе на Малой Арнаутской улице. Таких усов должно быть нет даже у Арестида Бриана, бодро заметил Остап. Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить. Я не могу. — Скорбно ответил Ипполит Матвеевич. — Это невозможно. — Что, усы дороги вам как память? — Не могу, — повторил воробьянинов, понуря голову. — Но тогда вы всю жизнь сидите в Дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над вашей головой. — Брейте! Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы. Они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву жилет, а из бумажника запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича. — Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритье и стрижку. Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил. — Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек. — За конспирацию, товарищ фельдмаршал, — быстро ответил Бендер. — Страдания человека, которому бреют голову безопасной бритвой, невероятны. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции. Но конец, который бывает всему, пришел. — Готово. Заседание продолжается. Нервных просят не смотреть. Теперь вы похожи на Бабарыкина, известного автора-куплетиста. Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное сжение, в сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента. — Ну, марш вперед, труба зовет, — закричал Остап. — Я по следам в жилотдел, или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы к старухам. — Я не могу, — сказал Ипполит Матвеевич. — Мне очень тяжело будет войти в собственный дом. — Ах, да, волнующая история, барон-изгнанник. Ладно, идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт в Дворницкой. Парад, алле! Глава восьмая. Голубой воришка. Завхоз второго дома старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но ни красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александры Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения. Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленная «Ура!» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх, двумя маршами, вела дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а медных прутьев, прижимавших когда-то ковер к ступеням, не было. «Предводитель Каманчи жил, однако, в пошлой роскоши», думал Остап, поднимаясь наверх. В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка-полтора седеньких старушек в платьях из найдешевейшего туаль-де-нора мышиного цвета. Напряженно вытянув шеи и, глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели. «Слышу зубон губенцов издалека, это тройки знакомы на зверь, а вокруг расстелился широко, белым салоном низкостью снег». Предводитель хора в серой толстовке из того же туаль-де-нора и туаль-де-норовых же брюках отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал «Дисконты! Тише! Ку-кушкина! Слабее!» Он увидел Остапа, но не в силах удержать движение своих рук, только недоброжелательно на него посмотрел и продолжал дирижировать. Хор с усилием загремел, как сквозь подушку. «Пусть ямщик свою песню затянет, ветер будет ему подпевать, что прошло никогда не настанет, так зачем же, зачем гоневать?» «Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза?» вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу. «А в чем дело, товарищ?» Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил. «Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны». Завхоз застыдился. «Да-да», — сказал он, конфузясь. «Это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать». «Вам нечего беспокоиться», — великодушно заявил Остап. «Я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение». Альхин мгновением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками. «Пожалуйте за мной», — пригласил завхоз. Прежде чем пройти дальше, Остап уставился на мебель первой комнаты. В комнате стояли стол, две садовые скамейки на железных ногах. На спинке одной из них было глубоко вырезано имя Коля и рыжая физгармония. «В этой комнате примусов не зажигают, временные печи и тому подобное?» «Нет-нет, здесь у нас занимаются кружки. Хоровой, драматический, изобразительных искусств и музыкальный». Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб и щеки. Альхину было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий виск. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхин не мог не украсть капеллу, и теперь ему было очень стыдно. На стене, простершись от окна до окна, висел лозунг, написанный белыми буквами на куске Толь-де-Нора мышиного цвета. «Духовой оркестр — путь к коллективному творчеству». «Очень хорошо», — сказал Остап. «Комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. Перейдем дальше». Пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. По стенам утюженного мрамора были наклеены приказы по дому номер два старсобеса. Остап читал их, время от времени энергично спрашивая, «Домоходы прочищаются регулярно, печи в порядке», и, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше. Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении. Но в этом отношении все было благополучно. Зато розыски были безуспешны. Остап входил в спальни. Старухи при его появлении вставали и низко кланялись. Здесь стояли койки, устланные ворсистыми, как собачья шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «ноги». Под кроватями стояли сундучки, выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича, любившего военную постановку дела, ровно на одну треть. Все в доме номер два поражало глаз своей чрезмерной скромностью. И меблировка, состоявшая исключительно из садовых скамеек, привезенных с Александровского, ныне имени пролетарских субботников бульвара, и базарные керосиновые лампочки, и самое одеяло с пугающим словом «ноги». Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно. Это были дверные пружины. Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича. Положив великие труды, он снабдил все, без исключения двери, пружинами самых разнообразных систем и фасонов. Здесь были простейшие пружины в виде железной штанги, были духовые пружины с медными цилиндрическими насосами, были приборы на блоках со спускающимися увесистыми дробовыми мешочками, были еще пружины конструкции таких сложных, что собесовский слесарь только удивленно качал головой. Все эти цилиндры, пружины и противовесы обладали могучей силой. Двери захлопывались с такой же стремительностью, как дверцы мышеловок. От работы механизмов дрожал весь дом. Старухи с печальным писком спасались от набрасывающихся на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался противовес, пролетая мимо виска, как ядро. Когда Бендер с завхозом проходили по дому, двери салютовали страшными ударами. За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось, стула не было. В поисках пожарной опасности инспектор попал в кухню. Там в большом бельевом котле варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал, — Это что, на машинном масле? — Ей-богу, на чистом сливочном, сказал Альхин краснее до слез. — Мы на ферме покупаем. Ему было очень стыдно. — Ну, впрочем, это пожарной опасности не представляет, заметил Остап. В кухне стула тоже не было. Была только табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из столь-де-нора. — А почему-то у вас все наряды серого цвета? Да и кисейка такая, что ею только окна вытирать. Застенчивый Альхин потупился еще больше. — Кредитов отпускают в недостаточном количестве. Он был противен самому себе. Остап сомнительно посмотрел на него и сказал — Ну, впрочем, к пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится. Альхин испугался. — Против пожара, — заявил он. — У нас все меры приняты. Есть даже пенагон, огнетушитель, эклер. Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчике, неохотно проследовал к огнетушителю. Красный жестяной конус, хотя и являлся единственным в доме предметом, имеющим отношение к пожарной охране, вызвал в инспекторе особое раздражение. — На толкучке покупали. И, не дождавшись ответа, как громом пораженного Александра Яковлевича, снял эклер с ржавого гвоздя, без предупреждения разбил капсулу и быстро повернул конус кверху. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе». — Конечно, на толкучке, — подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил, продолжавший петь огнетушитель, на прежнее место. Провожаемые шипением они пошли дальше. — Где же он может быть? — думал Остап. Это мне начинает не нравиться. И он решил не покидать Толь-де-Норового чертога до тех пор, пока не узнает все. За то время, покуда инспектор и завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, второй дом старсовеса жил обыденной своей жизнью. Обед был готов. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело. Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александры Яковлевной. Лозунги были такие «Пища источник здоровья». Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько полфунта мяса. Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. И мясо вредно. Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а может быть и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу. Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения. Зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхина, а Паша Эмильевич двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме сабеса чем-то ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано ноги, облачены они были, как и старухи в мышиной Толь-де-Нор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхин. Паша Эмильевич мог слопать в один присест два килограмма тюльки, что он однажды сделал, оставив весь дом без обеда. Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-нибудь удобоваримого. Обед продолжался. Старухи загомонили. И сейчас нажрутся и станут песни орать. А Паша Эмильевич сегодня утром стул из красного уголка продал, с черного хода вынес перекупщику. Посмотрите, пьяный сегодня придет. В эту минуту разговор воспитанниц был прерван трубным сморканием, заглушившим даже все продолжающееся пение огнетушителя, и коровий голос начал бретение. Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу намытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал «Эх, виду ценное изобретение. Дорожный мастер мурманской железной дороги товарищ Сокутский, Самара, Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигения, Йорк, Сокутский». Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом возобновила передачу. «Изобрел световую сигнализацию на снегочистителях. Изобретение одобрено дурюзлом Дарья Онега Раймонд». Старушки с серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате. «А теперь послушайте новгородские чистушки». Далеко-далеко, в самом центре земли кто-то тронул балалайщные струны и черноземный батистине запел «На стене клопы сидели, на солнце щурились, финн-инспектора узрели, сразу окочурились». В центре земли эти чистушки вызвали бурную деятельность. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы. Между тем, помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Один только Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил, «Такую капусту грешно есть помимо водки». «Новая партия старушек?» спросил Остап. «Это сироты», ответил Альхин, выжимая плечом инспектора из кухни и из-под вольгрозя с сиротом кулаком. «Дети по Волжье», Альхин замялся. «Тяжелое наследие царского режима». Альхин развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие. «Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу». Застенчивый Александр Яковлевич тут же без промедления пригласил пожарного инспектора отобедать, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. «Сашхен», сказал Александр Яковлевич, «познакомься с товарищем из губ пожара». Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. «Сашхен, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами. «Пью за ваше коммунальное хозяйство», воскликнул Остап. Обед прошел весело и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. «Да, кстати, а чего в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь?» «Ну, как же», заволновался Архин, «а физгармония?» «Знаю, знаю, вокс, гуманум, но посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки». «В красном уголке есть стул», обиделся Архин, «английский стул, говорят, еще от старой обстановки остался». «А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть». «Милости просим». Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. «В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула, к непомерному удивлению, Альхина не было. Бросились искать стул, заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то физгармонию, допытывались у старушек, которые опасливо поглядывали на Пашу Эмильевича, но стула так и не нашли». Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал. «Где же это он может быть? Сегодня был, я видел его собственными глазами, смешно даже». «Грустно, девицы», ледяным голосом сказал Остап. «Это просто смешно», нагло повторял Паша Эмильевич. Но тут певший все время пенагон огнетушитель Эклер взял самое верхнее фа, на что способна одна лишь народная артистка республики Нежданова, смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара туальденоровый колпак. За первой струей пенагон огнетушитель выпустил вторую струю тольденорового цвета, повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. После этого работа Эклера стала бесперебойной. К месту происшествия ринулись Паша Эмильевич Альхин и все уцелевшие Яковлевичи. Чистая работа, сказал Остап, идиотская выдумка. Старухи, оставшись с Остапом наедине без начальства, сейчас же стали заявлять претензии. Братильников в доме поселил, обжираются, порозят, молоком кормят, а нам кашу сует. Все из дома повыносил. Спокойно, дебицы, сказал Остап, отступая. Это к вам из инспекции труда придут, меня сенат не уполномочил. Старухи не слушали. А Пашка-то Милентьевич и этот стул он сегодня унес и продал, сама видела. Кому? закричал Остап. Продал и все, моего одеяло продать хотел. В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. Наконец, человеческий гений победил, и пенагон, растоптанный железными ногами Паши Эмильевича, выпустил последнюю вялую струю и затих навсегда. Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Эмильевичу. «Один мой знакомый», сказал Остап веско, «тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в допре». «Мне ваши беспочвенные обвинения странны», заметил Паша Эмильевич, от которого шел сильный запах пенных струй. «Ты кому продал стул?» спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить и, может быть, даже ногами. «Перекупщику», ответил он, «адрес». «А я его первый раз видел». «Первый раз в жизни, ей-богу». «Набил бы я тебе рыло», мечтательно сообщил Остап, «только заратустро не позволяет. Ну, пшел к чертовой матери». Паша Эмильевич искательно улыбнулся и стал отходить. «Но ты жертва аборта», высокомерно сказал Остап, «отдай концы, не отчаливай». «Перекупщик, что, блондин, брюнет?» Паша Эмильевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами. «Это, безусловно, к пожарной охране не относится». В коридоре к уходящему Бендеру подошел застинчивый Альхин и дал ему червонец. «Это 114-я статья Уголовного кодекса», сказал Остап, «дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей». Но деньги взял и, не прощаясь с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в полторы тонны весом. «Удар состоялся», сказал Остап, потирая ушибленное место. «Заседание продолжается». Глава девятая «Где ваши локоны?» В то время, как Остап осматривал второй дом старсовеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из Дворницкой и, чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города. По мостовой бежала светлая весенняя вода. Стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш бриллиантовых капель. Воробьи охотились за навозом. Солнце сидело на всех крышах. Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися буквами обучаю игре на гитаре по цифровой системе и даю уроки обществоведения для готовящихся в народную консерваторию. Взвод красноармейцев в зимних шлемах пересекал лужу, начинавшуюся у магазина Старгика и тянувшуюся вплоть до здания Гуплана, фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми, победами и кобрами. Ипполит Матвеевич шел с интересом посматривая на встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что привык он только в одной точке земного шара в уездном городе М. приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчас он прошел уже четыре квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли. Может быть, постарели, так что их нельзя было узнать, а может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду и другие шляпы. Может быть, они переменили походку, во всяком случае их не было. И Полит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки, где распустившиеся бетюги совсем уже нарочно стучали копытами. В переулках было больше зимы, и кое-где попадался загнивший лед. Весь город был другого цвета. Синие дома стали зелеными, желтые серыми, с колончей исчезли бомбы, по ней не ходил больше пожарный, и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу. На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к первому мая в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии, вокзальную и привозную. То Ипполиту Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым. В таких мыслях он дошел до улицы Маркса и Энгельса. В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. Ипполит Матвеевич даже приостановился в ожидании. Но знакомый не вышел. Сначала из-за угла показался стекольщик с ящиком бемского стекла и буханкой замазки медного цвета. Выдвинулся из-за угла франт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. За ним выбежали дети, школьники первой ступени с книжками в ремешках. Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу как виолончель стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гампсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках. Это был ореховый стул с гнутыми ножками. Ипполит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпалили в ухо. «Точить ножи-ножницы, бритвы править!» Заключал вблизи баритональный бас. И сейчас же донеслось тонкое эхо. «Паять, починять! Московская газета известия, журнал смехач, красная нива!» Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик мельстроя. Засвистел милиционер. Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего. Ипполит Матвеевич леопардовым вскоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» шепотом сказал незнакомец еще крепче держать за стул. «Позвольте, позвольте!» лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца. Стала собираться толпа. Человека три уже стояла поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. «Что же это такое?» отчаянно думал Ипполит Матвеевич. Что думал незнакомец, нельзя было понять, но походка у него была самая решительная. Они шли все быстрее и, завидя в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» закричал он, не стесняясь. «Корул!» еле слышно воскликнул незнакомец. И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг сапоги незнакомца были с подковами и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. Но он быстро приспособился и, прыгая то направо, то налево, как будто танцевал краковяк, увертывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. В живот ему попасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку противника, после чего тот смог легаться только левой ногой. «О, господи!» зашептал незнакомец. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» воскликнул он в удивлении, снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал на конец пальцы. Стул никем не поддерживаемый свалился на битый кирпич. «А где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?» с наивозможной язвительностью спросила духовная особа. «А локоны где? У вас ведь были локоны!» Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком «Нет, попрошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры, мерили друг друга взглядами, похаживая из стороны в сторону. Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту. «Так это вы, святой отец!» проскрежетал Ипполит Матвеевич. «Охотитесь за моим имуществом!» С этими словами Ипполит Матвеевич легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах, так что тот согнулся. «Это не ваше имущество!» «А чье же?» «Не ваше!» «А чье же?» «Не ваше!» «Не ваше!» «А чье же?» «Чье же?» «Не ваше!» Шипя так, они неистово легались. «А чье же это имущество?» Возопил предводитель погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль святой отец твердо сказал «Это национализированное имущество!» «Национализированное?» «Да-с, да-с, национализированное!» Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались. «Кем национализировано?» «Советской властью, советской властью». «Какой властью?» «Властью трудящихся». «А-а-а-а!» Сказал Ипполит Матвеевич леденее. «Властью рабочих и крестьян!» «Да-с, да-с!» «Так может быть вы святой отец партийный?» «Может быть!» Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «Может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере. Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, раняясь опружиной, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки до ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Бриллиантов не было. — Ну что, нашли? — спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь. Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал. — Вы аферист? — крикнул Ипполит Матвеевич. — Я вам морду побью, отец Федор. — Руки коротки, — ответил батюшка. — Куда же вы пойдете весь в пуху? — А вам какое дело? — Стыдно, батюшка. Вы просто вор. — Я у вас ничего не украл. — А как же вы узнали об этом? — Использовали в своих интересах тайну исповеди. Очень хорошо, очень красиво. Ипполит Матвеевич с негодующим покинул пустырь и, чистя на ходу рукава пальто, направился домой. На углу улицы Ленских событий и Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессии стоял в полоборота, приподняв левую ногу. Ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. Ипполит Матвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал шинми. — Ну, как желать дел? — спросил он деловито и сейчас же добавил. — Подождите, не рассказывайте. Вы слишком взволнованы. Прохладитесь. Выдав чистильщику семь копеек, Остап взял Воробьянинова под руку и поволок его по улице. Все, что рассказал взволнованный Ипполит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием. — Ага, небольшая черная оборотка, правильно? Пальто с барашковым воротничком. Понимаю. Это стул из богадельни. Куплен сегодня утром за три рубля. — Да вы погодите! Ипполит Матвеевич сообщил главному консессионеру о всех подлостях отца Федора. Остап омрачился. — Кислое дело, — сказал он, — пещера Лихтвейса, таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду ему мы всегда успеем пощупать. Пока друзья закусывали в пивной стень Каразин и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нем теперь, день кончился. Золотые битюги снова стали коричневыми, бриллиантовые капли холодели на лету и плюхались озим. В пивных и ресторане «Феникс» пиво поднялось в цене. Наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы и, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошел отряд пионеров. Тигры Победы и Кобры Гуплана таинственно светились под входящий в город Луной. Идя домой с замолчавшим вдруг Остапом, Ипполит Матвеевич посмотрел на гуплановских тигров и кобр. В его время здесь помещалась губернская земская управа, и граждане очень гордились кобрами, считая их старгородской достопримечательностью. «Найду!» — подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в гипсовую победу. Тигры ласково размахивали хвостами, кобры радостно сокращались, и душа Ипполита Матвеевича наполнилась уверенностью. Глава 10. Слесарь, попугай и гадалка Дом номер семь по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. Два его этажа, построенные в стиле Второй империи, были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцебашева. Арцебашевских ликов было ровно восемь по числу окон, выходящих в переулок. Помещались эти львиные хари в оконных ключах. Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны висела лазурная вывеска «Одесская бубличная артель, московские баранки». На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рок изобилия, из которого лавиной валили охренные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны, упаковочная контора «Быстроупак» извещала о себе уважаемых граждан-заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами. Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом, спекулировали мануфактурой всех видов – грубошерстной, тонкошерстной, хлопчатобумажной, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком. Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо во двор с цементным колодцем, можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилии помещалась на правой двери. В.М. Полесов. Левая была снабжена беленькой жестянкой – моды и шляпы. Это тоже была одна видимость. Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спортрей, ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дамских шляп. Вместо всей этой мишуры в трехкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштаниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах колыхались темные коричневые занавеси с блямбами. В квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция с картины Беклина «Остров мертвых» в раме фантази темно-зеленого полированного дуба под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых, узнать было уже невозможно. В спальне на кровати сидела сама хозяйка и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью решелье, раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Грицацуева в пушистой шале. — Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше пятидесяти копеек не беру, — сказала хозяйка. Вдова, не знавшая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену. — Только вы, пожалуйста, и будущее, — жалобно попросила она. — Вас надо гадать на даму Трев, — вдова возразила. — Я всегда была червонная дама. Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение вдовьи и судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, а на сердце у нее лежал трифовый король, с которым дружила бубновая дама. Набело гадали по руке. Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до страшного суда. Линия ума и искусства давали право надеяться, что вдова бросит торговлю бокалей и подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности. Все это гадалка объяснила вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников. — Вот, спасибо вам, мадамочка, — сказала вдова. — Уж теперь-то я знаю, кто трифовый король. И бубновая дама мне тоже очень известна. А король-то марьяжный? — Марьяжный, девушка. Окрыленная вдова зашагала домой. А гадалка, бросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, гревшимся на керосинке грец, по кухарочи вытерла руки о передник, взяла ведро с отколовшейся местами эмалью и вышла во двор за водой. Она шла по двору, тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. На голове рос венечек сидеющих волос. Она была старухой, была грязновата, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур, старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная. У колодца мадам Боур была приветствована соседом Виктором Михайловичем Полесовым, слесарем-интеллигентом, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полесова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей перед тем, как выпустить на сцену. Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь Старгород. — До чего дожились? — иронически сказал Полесов. — Вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. — Нету? — Нет. А трамвай собираются пускать. Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, предполагающая, что творог добывается из вареников, все же посочувствовала. — Какие теперь магазины? Теперь только очереди, а магазинов нет. И название у этих магазинов самое ужасное — Старгико. — Нет. Знаете, Елена Станиславовна, это еще что? У них четыре мотора всеобщей электрической компании остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова такой хлам. Стекла не на резинах, я сам видел. Дребезжать все будет. Мрак. А остальные моторы — харьковская работа, сплошной госпром-цветмет. Версты не протянут. Я на них смотрел. Слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце. Белки глаз были желтоваты. Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полесов был самым непроворным и чаще других попадавшим в просаг. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. В собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома номер семь по Перелешинскому переулку, застать его было невозможно. Потухший переносный горн сиротливо торчал посреди каменного сарая, по углам которого были навалены проколотые камеры, рваные протекторы-треугольник, рыжие замки, такие огромные, что ими можно было запирать города, мягкие баки для горючего с надписями «Индиан» и «Вандерр», детская рессорная колясочка, навеки загловшая динамка, гнилые сыромятные ремни, промасленная пакля, стертая наждачная бумага, австрийский штык и множество рваной, гнутой и давленной дряни. Заказчики не находили Виктора Михайловича. Виктор Михайлович уже где-то распоряжался. Ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полесов сейчас же выходил во двор и, сложив руки за спиной, презрительно наблюдал действия возчика. Наконец, сердце его не выдерживало. «Кто же так заезжает?» — кричал он, ужасаясь. «Заворачивай!» Испуганный возчик заворачивал. «Куда же ты заворачиваешь морда?» — страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь. «Надавали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы заворачивал». Покомандовавший так с полчаса, Полесов собирался было уже возвращаться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос. Но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. То на улице сцеплялись осями телеги, и Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить. То меняли телеграфный столб, и Полесов проверял его перпендикулярность к земле собственным специально вынесенным из мастерской отвесом. То, наконец, проезжал пожарный обоз, и Полесов, взволнованный звуками трубы и испепеляемый огнем беспокойства, бежал за колесницами. Однако временами Виктора Михайловича настигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерской и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали, что хотели. Ломовики описывали во дворе какие угодно кривые, телеги на улице вообще перестали сцепляться, и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар. Виктор Михайлович работал. Однажды после такого запоя он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. Мотор в полторы силы был вандереровский, колеса дэвидсоновские, а другие существенные части уже давно потеряли фирму. С седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут десять. Затем раздалось железное чавканье, прибор задрожал и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, забрав безумную скорость, вынес его через тоннель на середину мостовой и сразу остановился, словно срезанной пулей. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и аббревизовать свою загадочную машину, но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же тоннель, остановилась на месте отправления посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом. И из-за обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но только не работал. Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами соседнего дома номер пять. Жил товарищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полесов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет по своему усмотрению. С другой стороны, жил товарищество обязывалось уплатить ВМ Полесову по приеме работ специальной комиссии 21 рубль 75 копеек. Ербовые марки были отнесены за счет исполнителя работы. Виктор Михайлович утащил ворота, как самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. Два дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке, железные штанги и копья были сложены под верстак. Еще несколько дней пошло на осмотр повреждений. А потом в городе произошла большая неприятность. Над ровиной лопнула магистральная водопроводная труба, и Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии, иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал. Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько паутих, он снова подступил к воротам, но было поздно. Дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копьями ворот дома номер пять. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали цацки и убежали. Половины завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам. А в доме номер пять, раскрытом Настеж, происходили ужасные события. С чердаков крали мокрое белье, и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хоть и нес в вытянутых вперед руках кипящий самовар, из жесткой трубы которого било пламя, бежал очень резво и, оборачиваясь назад, хулил державшегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами. Но больше всех пострадал дворник дома номер пять. Он потерял еженощный заработок. Ворот не было, нечего было открывать, и загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривенники. Сперва дворник приходил справляться, скоро ли будут собраны ворота. Потом молил Христом Богом, а под конец стал произносить неопределенные угрозы. Жилтоварищество посылало Виктору Михайловичу письменные напоминания. Дело пахло судом, положение напрягалось все больше и больше. Стоя у колодца, гадалка и слесарь-энтузиаст продолжали беседу. — При наличии отсутствия пропитанных шпал, — кричал Виктор Михайлович на весь двор, — это будет не трамвай, а одно горе. — Когда же все это кончится? — сказала Елена Станиславовна. — Живем как дикари. — Конца этому нет, да. Знаете, кого я сегодня видел? Воробьянинова. Елена Станиславовна прислонилась к колодцу, в изумлении продолжая держать на весу полное ведро с водой. — Прихожу я в коммунхоз продлить договор на аренду мастерской. — Иду по коридору. Вдруг подходят ко мне двое. Я смотрю что-то знакомое, как будто бы воробьяниновское лицо. И спрашивают. — Скажите, что здесь за учреждение раньше было в этом здании? — Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, а потом жил отдел. — А вам зачем? — спрашиваю. — Они говорят спасибо и пошли дальше. — Тут я ясно увидел, что это сам Воробьянинов, только без усов. — Откуда ему здесь взяться? И тот другой с ним был, красавец-мужчина, явно бывший офицер. И тут я подумал. В эту минуту Виктор Михайлович заметил нечто неприятное. Прервав речь, он схватил свой бидон и быстро спрятался за мусорный ящик. Во двор медленно вошел дворник дома номер пять, остановился подле колодца и стал озирать дворовые постройки. Не заметив нигде Виктора Михайловича, он загрустил. — Витьки слесаря опять нету? — спросил он у Елены Станиславовны. — Ах, ничего я не знаю, — сказала гадалка. — Ничего я не знаю. И в необыкновенном волнении, выплескивая воду из ведра, торопливо ушла к себе. Дворник погладил цементный блок колодца и пошел к мастерской. Через два шага после вывески «Ход в слесарную мастерскую» красовалась вывеска «Слесарная мастерская и починка примусов», под которой висел тяжелый замок. Дворник ударил ногой в замок и с ненавистью произнес «Ух, хангрена!» Он стоял у мастерской еще минуты три, наливаясь самыми ядовитыми чувствами. Потом с грохотом отодрал вывеску, понес ее на середину двора, к колодцу и, став на нее обеими ногами, начал скандалить. — Ворюги у вас в доме номер семь живут, — вопил дворник. — Соблота всякая, гадюка семибатюшная, среднее образование имеет. Я не посмотрю на среднее образование. Ух, как грена проклятая! В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала. С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор неспеша входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше. — Слесарь-механик! — вскрикивал дворник. — Аристократ собачий! — Парламентские выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило. — Харю разворочу! — неистовствовал дворник. — Образованный! Когда скандал был в «Зените», явился милиционер и молча стал тащить скандалиста в район. Милиционеру помогали молодцы из «Быстроупака». Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал. Опасность миновала. Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела. — Хам! — закричал Виктор Михайлович вслед шествию. — Хам! Я тебе покажу, мерзавец! Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделении. Туда же, в качестве вещественного доказательства, потащили вывеску «Слесарная мастерская» и «Починка примусов». Виктор Михайлович же еще долго хорохорился. — Сукины дети! — говорил он, обращаясь к зрителям. — Возомнили о себе хамы? — Будет вам, Виктор Михайлович! — крикнула из окна Елена Станиславовна. — Зайдите ко мне на минуточку. Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и, расхаживая по комнате, принялась расспрашивать. — Да говорю же вам, что это он. Без усов, но он! — по обыкновению кричал Виктор Михайлович. — Ну вот, знаю я его отлично. Воробьянинов как вылитый. — Тише вы, господи! А зачем же он приехал? Как вы думаете? На черном лице Виктора Михайловича определилась ироническая улыбка. — Ну, а вы как думаете? — он усмехнулся с еще большей иронией. — Уж во всяком случае не договоры с большевиками подписывать. — Вы думаете, что он подвергается опасности? Запасы иронии, накопленные Виктором Михайловичем за десять лет революции, были неистащимы. На лице его заиграли серии улыбок различной силы и скепсиса. — Кто? Кто в Советской России не подвергается опасности? Тем более человек в таком положении, как Воробьянинов. Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают. — Он послан из-за границы? — спросила Елена Станиславовна, чуть не задохнувшись. — Безусловно, — ответил гениальный слесарь. — С какой же целью он здесь? Не будьте ребенком. — Все равно. Мне надо его видеть. — А вы знаете, чем рискуете? — Ах, все равно. После десяти лет разлуки я не могу не увидеться с Ипполитом Матвеевичем. Ей и на самом деле показалось, что судьба разлучила их в ту пору, когда они любили друг друга. — Умоляю вас, найдите его. Узнайте, где он. Вы всюду бываете. Вам будет нетрудно. Передайте, что я хочу его видеть. Слышите? Попугай в красных подштанниках, дремавший на жердочке, испугался шумного разговора, перевернулся вниз головой и в таком виде замер. — Елена Станиславовна, — сказал слесарь-механик, приподнимаясь и прижимая руки к груди. — Я найду его и свяжусь с ним. — Может быть, вы хотите еще компоту? — растрогалась гадалка. Виктор Михайлович съел компот, прочел злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки и попрощался с Еленой Станиславовной, порекомендовав ей держать все в строгом секрете. Глава одиннадцатая. Алфавит зеркала жизни. На второй день компаньоны убедились, что жить в Дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина сначала черноусым, потом зеленоусым, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. В Дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали. — Считаю, вечер воспоминаний закрытым, — сказал Остап. — Нужно переезжать в гостиницу. И Полит Матвеевич дрогнул. — Этого нельзя. — Почему-с? — Там придется прописаться. — Паспорт не в порядке. — Да нет, паспорт в порядке. Но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки. Концессионеры в раздумье помолчали. — А фамилия Михельсон вам нравится? — неожиданно спросил великолепный Остап. — Какой Михельсон? Сенатор? — Нет, член Союза софторгслужащих. — Я вас не пойму. — Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровкой. Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу. — Конрад Карлович Михельсон. 48 лет. Беспартийный. Холост. Член Союза. С 1921 года. Высшей степени нравственная личность. Мой хороший знакомый. Кажется, друг детей. Но вы можете не дружить с детьми. Этого от вас милиция не потребует. Ипполит Матвеевич зарделся. — Ну, удобно ли? — По сравнению с нашей концессией, это деяние, хоть и предусмотренное Уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу. Воробьянинов все-таки запнулся. — Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло. А то, вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь папа Христозопула или Зловуновым. Последовало быстрое согласие, и концессионеры, не попрощавшись с Тихоном, выбрались на улицу. Остановились они в меблированных комнатах Сорбона. Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал семирублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятерублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. В трехрублевых номерах все было хорошо, за исключением картин. — Я не могу жить в одной комнате с пейзажами, — сказал Остап. Пришлось поселиться в номере за рубль восемьдесят. Там не было пейзажей, не было ковров, а меблировка была строго выдержана — две кровати и ночной столик. — Стиль каменного века, — заметил Остап с одобрением. — А доисторические животные в матрасах не водятся? — Это смотря по сезону, — ответил лукавый коридорный. — Ежели, например, губернский съест какой-нибудь, то, конечно, нету, потому что пассажиров бывает много, и перед ними чистка происходит большая. А в прочее время действительно случается, что и набегают из соседних номеров Ливадия. В тот же день консессионеры побывали в старкомхозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жилотдел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив слит с архивом старкомхоза. За дело взялся великий комбинатор. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Ворфоломея Коробейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда. Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Ипполита Матвеевича рубль 20 копеек на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Ипполит Матвеевич остался в Сарбоне и в волнении стал прохаживаться в ущелье между двумя кроватями. В этот вечер, зеленый и холодный, решалась судьба всего предприятия. Если удастся достать копии ордеров, по которым распределялась изъятая из Воробьянинского особняка мебель, дело можно считать наполовину удавшимся. Дальше предстояли трудности, конечно, невообразимые, но нить была бы уже в руках. — Только бы ордера достать! — прошептал Ипполит Матвеевич, валясь на постель. — Только бы ордера! Пружины разбитого матраца кусали его, как блохи. Он не чувствовал этого. Он еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет как по маслу. А маслом почему-то вертелось у него в голове — каши не испортишь. Между тем каша заваривалась большая. Обуянный розовой мечтою, Ипполит Матвеевич переваливался на кровати сбоку-набок. Пружины под ним блеяли. Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на Гусище, окраине Старгорода. Там жили преимущественно железнодорожники. Иногда над домами по насыпи, огороженной бетонным тонкостенным забором, проходил задним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки. Иногда катились порожние вагоны, иногда взрывались петарды. Среди халуп и временных бараков тянулись длинные кирпичные корпуса сырых еще кооперативных домов. Остап миновал светящийся остров, железнодорожный клуб, по бумажке проверил адрес и остановился у домика архивариуса. Он крутнул звонок с выпуклыми буквами «Прошу крутить». После длительных расспросов «К кому да зачем?» ему открыли, и он очутился в темной, заставленной шкафами передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ничего не говорил. «Где здесь гражданин Коробейников?» — спросил Остап. Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. Остап увидел перед собою маленького старичка, частюлю с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том, что старик этот сам гражданин Коробейников. Остап без приглашения придвинул стул и сел. Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал. Остап любезно начал разговор первым. «Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза?» Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась. «А раньше служили в жилотделе». «Я все дослужил», — сказал старичок весело. «Даже в канцелярии градоначальства». При этом Остап грациозно улыбнулся. Спина старика долго извивалась и, наконец, остановилась в положении, свидетельствовавшем о том, что служба в градоначальстве — дело давнее и что все упомнить положительно невозможно. «А позвольте-ка все-таки узнать, чем обязан?» — спросил хозяин, с интересом глядя на гостя. «Позволю», — ответил гость. «Я Воробьяниного сын». «Это какого же предводителя?» «Его». «А он что же-то жив?» «Умер, умер гражданин Коробейников. Почил». «Да», — без особой грусти сказал старик, — «печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей-то и не было». «Не было», — любезно подтвердил Остап. «А как же...» «Ничего, я от марганатического брака». «А не Елена ли Станиславовна будете сынок?» «Да, именно». «А она в каком здравии?» «Мамон давно в могиле». «Так-так... Ах, как грустно!» И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа, хотя не далее, как сегодня, видел Елену Станиславовну на базаре в мясном ряду. «Все умирают», — сказал он. «А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый, вот имени вашего, не знаю?» «Вальдемар», — быстро сообщил Остап. «Владимир Ипполитович, очень хорошо. Так, я вас слушаю, Владимир Ипполитович». Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорах, и заглянул в самые глаза Остапа. Остап в отборных словах выразил свою грусть породителям. Он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубоко уважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитам, но надеется, что глубоко уважаемый архивариус простит, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это. «Я бы хотел», — с невыразимой сыновью и любовью закончил Остап, «найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома?» «Сложное дело», — ответил старик, подумав, — «это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?» «Свободная профессия. Собственное мясохладобойня на артельных началах в Самаре». Старик с сомнением посмотрел на зеленые доспехи молодого Воробьянинова, но возражать не стал. «Параидки — молодой человек», — подумал он. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик — типичная сволочь. «Так вот», — сказал Остап. «Так вот», — сказал архивариус, — «трудно, но можно». «Потребуют расходов», — помог владелец мясохладобойни. «Небольшая сумма». «Ближе к телу», — говорит Мопассан. «Сведения будут оплачены». «Ну что ж, семьдесят рублев положите». «Это почему-то так много? Овес нынче дорог». Старик мелко задребезжал, виляя по звоночникам. «Изволите шутить». «Согласен, папаша. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти?» «Деньги при вас». Остап с готовностью похлопал себя по карману. «Тогда, пожалуйте, хоть сейчас», — торжественно сказал Коробейников. Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры «А», «Б», «В» и далее до арьергардной буквы «Я». На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой. «Ого», — сказал восхищенный Остап, — «полный архив на дому». «Совершенно полный», — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай. Кабунхозу он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться. Живем-то вы, сами знаете, как на вулкане, все может произойти. Кинутся тогда люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? А вот они где, здесь они, в шкафу. А кто сохранил, кто уберег корабейников. Вот, господа, спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет. «А мне много не нужно, по десяточке за ордерок подадут, и на том спасибо. А то иди и попробуй, ищи ветра в поле, и без меня не найдут». Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия», — сказал он, — «полная механизация. Вы прямо герой труда». Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения. «Все здесь», — сказал он, — «весь из Старгород, вся мебель. У кого, когда взято, кому, когда выдано. А вот это алфавитная книга. Зеркало жизни». «Вам про чью мебель?» Купца первой гильдии Ангелова, пожалуйста, смотрите на букву «А». Буква «А». Ак-Ам-Ан-Ан-Ангелов. Номер? Вот. Восемьдесят две тысячи семьсот сорок два. Теперь книгу учета сюда. Страница сто сорок два. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у Ангелова восемнадцатого декабря тысяча девятьсот восемнадцатого года. Рояль «Бекер» К-97012. Табурет к нему мягкий. Бюро две штуки. Гардеробов четыре. Два красного дерева. Шифоньер один. И так далее. А кому дано? Смотрим книгу распределения. Тот же номер. Восемьдесят два семьсот сорок два. Дано. Шифоньер. В Горвоенком. Гардеробов три штуки. В детский интернат «Жаворонок». И еще один гардероб в личное распоряжение секретаря Старпродкомгуба. А рояль куда и пошел? Пошел рояль в Собес во второй дом. И посейчас рояль там есть. Что-то не видел я там такого рояля, подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхина. Или, например, вот управителя канцелярии городской управы Мурина. На букву «М» значит-то нужно искать. Все тут, весь город. Рояли тут, козетки всякие, трюмо, кресла, диванчики, пуфики, люстры, сервизы даже и то есть. — Ну, — сказал Остап, — вам памятник нужно нерукотворно воздвигнуть. Однако ближе к делу. Например, буква «В». — Есть буква «В», — охотно отозвался Коробейников. — Сейчас. В.Н. В.Н. Варицкий, номер 48238. Воробьянинов Ипполит Матвеевич. Батюшка ваш, царство ему небесное. Большой души был человек. Рояль Беккер, номер 54809. Вазы китайские, маркированные, 4. Французского завода «Севр». Ковров бюсонов 8, разных размеров. Габерен-пастушка. Габерен-пастух. Текинских ковров 2. Харасанских ковров 1. Чучело-медвежье с блюдом. Одно. Спальный гарнитур. 12 мест. Столовый гарнитур. 16 мест. Гостиный гарнитур. 14 мест. Ореховый. Мастера Гампса работы. А кому роздано? В нетерпении спросил Остап. Это мы сейчас. Чучело-медвежье с блюдом. Во второй район милиции. Габерен-пастух. Фонд художественных ценностей. Габерен-пастушка. В клуб водников. Ковры Абюсон, Текинский и Харасан. В Нарковне Шторг. Гарнитур спальный. В Союз Охотников. Гарнитур столовый. В Старгородское отделение Главчая. Гарнитур гостиной Ореховый. По частям. Стол круглый и стул один. Во второй дом Собеса. Диван с гнутой спинкой. В распоряжении жилотдела. До сих пор в передней стоит. Всю обивку промаслили сволочи. И еще один стол товарищу Грицацуеву. Как инвалиду империалистической войны. По его заявлению и резолюции за жилотделом товарища Буркина. — Десять стульев в Москву. В музее мебельного мастерства. Согласно циркулярного письма Наркомпроса. Вазы китайские, маркированные. — Хвалю, — сказал Остап Ликуя. — Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть. — Сейчас, сейчас и до ордеров доберемся. На номер сорок восемь двести тридцать восемь литера В. Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку. — Вот-с, вся вашего батюшки мебель тут-то. Вам все ордера? — Да куда мне все? Так, воспоминания детства, гостинный гарнитур. Помню, игрывал я в гостиной на ковре Харасан, глядя на габеллен-пастушка. — Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостинным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся. Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Коробейников отобрал пять штук. Один ордер на десять стульев, два по одному стулу, один на круглый стол и один на габеллен-пастушка. — Изволите ли видеть, все в порядке, где что стоит, все известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя. Так что никто, в случае чего, не отопрется. — Может быть, хотите и генеральши Поповый гарнитур? Очень хороший, и тоже гампсовская работа. Но Остап, движимый любовью исключительно к родителям, схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральшиного гарнитура отказался. — Можно расписочку писать? — осведомился архивариус, ловко выгибаясь. — Можно, — любезно сказал Остап. — Пишите, борец за идею. — Так я уж напишу. — Кройте. Перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку и, улыбаясь, передал ее гостю. Главный консессионер необыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил ее в тот же карман, где уже лежали драгоценные ордера. — Ну, пока, — сказал он сощурясь, — я вас, кажется, сильно обеспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием. Вашу руку, правитель канцелярии. Ошеломленный архивариус вяло пожал поданную ему руку. — Пока, — повторил Остап. Он двинулся к выходу. Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли гость денег там. Но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил. — А деньги? — Какие деньги? — сказал Остап, открывая дверь. — Вы, кажется, спросили про какие-то деньги. — Да, как же, за мебель, за ордера. — Голубо, — пропел Остап, — ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету. Забыл снять с текущего счета. Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя. — Тише, дурак, — сказал Остап грозно. — Говорят тебе русским языком. Завтра, значит, завтра. Ну, пока. Пишите письма. Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу. Но Остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом. — Лед тронулся! — закричал Остап машинисту. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Машинист не расслышал, махнул рукой. Колеса машины сильнее задергали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался. Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две, и мерзко сквернословя вернулся в свой домишко. Невыносимая горечь охватила его. Он стал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногою стол. Подпрыгивала пепельница, сделанная на манер калоши с красной надписью «Треугольник», и стакан чокался с графином. Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял в прострации, колотя по толстым ножкам обеденного стола. Коробейникова на гусище звали Варфоломейчем. Обращались к нему только в случае крайней нужды. Варфоломейч брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался. А теперь он прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости. — Шутки! — крикнул он, вспоминая о погибших ордерах. И теперь деньги только вперед! И как же это я так оплошал! Своими руками отдал ореховый гостинный гарнитур. Одному гобелену пастушка цены нет. Ручная работа! Звонок, прошу крутить, давно уже вертела чья-то неуверенная рука. И не успел Варфоломейч вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжкий грохот, и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, воззвал. — Куда здесь войти? Варфоломейч вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто, на ощупь драп, и ввел в столовую отца Федора. — Великодушно, извините! — сказал отец Федор. Через десять минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса, посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память, приобретя ореховый гостинный гарнитур. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества. Варфоломейч запросил сто рублей. Память брата посетитель расценивал значительно ниже, рублей в тридцать. Согласились на пятидесяти. — Деньги бы я попросил вперед, — заявил архивариус. — Это мое правило. — А это ничего, что я золотыми десятками? — заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака. — Ничего, по курсу приму, по девять с половиной, сегодняшний курс. В Остриков вытряс из колбаски пять желтяков, досыпал к ним два с полтины серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломейч два раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минуточку повременить и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломейч не стал долго размышлять, раскрыл алфавит зеркала жизни на букву «П», быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров на мебель генеральши Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломейч выбрал из нее один ордер, выданный товарищу Брунсу, проживающему по Виноградной 34, на двенадцать ореховых стульев в фабрике Гампса. Девясь своей сметки и уменью изворачиваться, архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю. — Все в одном месте, — воскликнул покупатель. — Один к одному, все там стоят. Гарнитур замечательный, пальчики оближете. Впрочем, что вам объяснять, вы сами знаете. Отец Федор долго восторженно тряс руку архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы в передний, убежал в ночную темноту. Варфоломейч долго еще подсмеивался над околпаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел, сонно глядя на пять светлых кружочков. И чего это их на воробьяниновскую мебель потянуло, — подумал он, — с ума посходили. Он разделся, невнимательно помолился Богу, лег в узенькую девичью постельку и озабоченно заснул. Глава двенадцатая Знойная женщина — мечта поэта За ночь холод был съеден без остатка. Стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги, воробьи несли разный вздор. Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клёцках. Из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзан. Ветер млел под карнизом. Коты развалились на крыше и снисходительно щурясь глядели на двор, через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья. В коридорах сорбонны зашумели. На открытие трамвая из уездов съехались делегаты. Из гостиничной линейки с вывеской сорбона высадилась их целая толпа. Солнце грело в полную силу. Взлетали кверху рифленые железные шторы магазинов. Совработники, вышедшие на службу в ватных пальто, задыхались, распахивались, чувствуя тяжесть весны. На кооперативной улице у перегруженного грузовика мельстроя лопнула рессора, и прибывший на место происшествия Виктор Михайлович Полесов подавал советы. В номере, обставленном с деловой роскошью, две кровати и ночной столик, послышались конский храп и ржание. Ипполит Матвеевич весело улыбался и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в штиблетах. — Кстати, — сказал он, — прошу погасить задолженность. Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми беспинсной глазами. — Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Что вас удивило? — Задолженность? — Да. — Вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мною уплачено, согласно ваших полномочий, 70 рублей. К всему прилагаю расписку. Перебросит-ка сюда 35 рублей. Консессионеры, надеясь, участвуют в расходах на равных основаниях. Ипполит Матвеевич надел пенсне, прочел записку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. 35-рублевая пылинка исчезла в сиянии бриллиантовой горы. Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новые, построенные на драгоценном фундаменте жизни, тешили его. — А святой отец, — мысленно ехитствовал он, — дурак дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды. Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь номер 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанной потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В конце коридора оба разом поворачивались и снова сближались. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. — Здравствуйте, батюшка! — сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал. — Доброе утро, Ипполит Матвеевич! Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил. — Не ушиб ли я вас во время последней встречи? — Нет, отчего же, очень приятно было встретиться! — ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича. — А бедню, небось, уже не служите? — спросил он при следующей встрече. — Где там служить? Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут. — Заметьте, свои сокровища, свои! — А мне неизвестно, чьи, а только ищут. Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецко-подданного Остап Бендер в голубом жилете и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел. — Покупаете старые вещи? — спросил Остап Грозно. — Стулья, потроха, коробочки от ваксы. — Что вам угодно? — прошептал отец Федор. — Мне угодно продать вам свои старые брюки. Священник оледенел и отодвинулся. — Что ж вы молчите, как архиерей на приеме? Отец Федор медленно направился к своему номеру. — Старые вещи покупаем, новые крадем! — крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. — Так как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо. Дверь за служителем культа закрылась. Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул. — Сам ты дурак! — Что? — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил к рту ладонь трубой и внятно сказал. — Почем опиум для народа? За дверью молчали. — Папаша, вы пошлый человек! — прокричал Остап. В ту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер. Компаньоны еще больше развеселились. — И враг бежит, бежит, бежит! — пропел Остап. На ребре карандаша он вырезал перочинным ножиком оскорбительное слово, выбежал в коридор и, опустив карандаш в замочную амбразуру, сейчас же вернулся. Друзья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись их тщательно изучать. — Ордер на габеллен-пастушка, — сказал Ипполит Матвеевич мечтательно. — Я купил этот габеллен у петербургского антиквара. — К черту, пастушку! — крикнул Остап, разрывая ордер в лапшу. — Стол круглый, как видно от гарнитура. — Дайте сюда столик. — К черту твоей матери столик! Остались два ордера. Один на десять стульев, выданный Музею мебельного мастерства в Москве, другой на один стул товарищу Грицацуеву в Старгороде по улице Плеханова, 15. — Готовьте деньги, — сказал Остап. — Возможно, в Москву придется ехать. — Ну, тут ведь тоже есть стул. — Один шанс против десяти. Чистая математика. Да и то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку. — Не шутите так. Не надо. — Ничего-ничего, — либерфатор Конрад Карлович Михельсон. Найдем. Святое дело. Батистовые портянки будем носить. Крем-марго кушать. — Мне почему-то кажется, — заметил Ипполит Матвеевич, — что ценности должны быть именно в этом стуле. — Ох, вам кажется. А что вам еще кажется? Ничего? Ну, ладно. Будем работать по-марксистски. Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, дом 15. Не отставайте, Конрад Карлович. План составим по дороге. Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецкого подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента. — Как бы он за нами не пошел, — испугался Ипполит Матвеевич. — Спокойствие. После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится. Друзья вернулись только к вечеру. Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка. — Есть он, есть, — сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой. — Но как этот стул достать? Купить? — Как же, — ответил Остап. — Не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. — Почему один стул? Почему именно этот стул? — Что же делать? Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет. — Шик модерн, — сказал он. — Что делать? Не волнуйтесь, председатель. Беру операцию на себя. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит. — Нет, вы знаете, — оживился Ипполит Матвеевич, — когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении, я сел на наш стул и, честное слово, я почувствовал под собой что-то твердое. Они там, ей-богу, там. Ну вот ей-богу же я чувствую. — Не волнуйтесь, гражданин Михельсон. Его... его нужно ночью выкрасть. Ей-богу, выкрасть. — Однако для предварителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный на СССР с набором отмычек? — Выбрости из головы. Это типичное пижонство — грабить бедную вдову. Ипполит Матвеевич опомнился. — Ну, хочется ведь скорее, — сказал он умоляюще. — Скоро только кошки родятся, — наставительно заметил Остап. — Я женюсь на ней. — На ком? — На мадам, — говорит, — с отцуевой. — Зачем же? — Чтобы спокойно, без шума покопаться в стуле. — Но ведь вы... вы связываете себя на всю жизнь. — Чего не сделаешь для блага концессии? — На всю жизнь, — прошептал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. Пастырское бритое лицо его ощерилось. Показались нечищенные со дня отъезда из города Н голубые зубы. — На всю жизнь, — прошептал Ипполит Матвеевич, — это большая жертва. — Жизнь, — сказал Остап, — жертва. Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? — Жизнь, господа присяжные заседатели, — это сложная штука. Но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает. — Вы слышали о гусаре-схимнике? Ипполит Матвеевич не слыхал. — Буланов, не слыхали? Герой аристократического Петербурга. Сейчас услышите. И Остап Бендер рассказал Ипполиту Матвеевичу историю, удивительное начало которой взволновало весь светский Петербург, а еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем не замеченным в последние годы. Рассказ о гусаре-схимнике Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста Икутилы нисходило с уст чопорных обитателей дворцов по английской набережной и со столбцов светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет красавца-гусара. Куртка, расшитая бранденбурами и отороченная зернистым каракулем, высокие прилизанные височки и короткий победительный нос. За графом Булановым катилась слава участникам многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок. Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали часто, и наследство их увеличивали и без того огромное состояние гусара. Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус и глядя в трехверстную карту местности. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька. Разгромив войска итальянского короля, граф вернулся в Петербург вместе с абиссинцем Васькой. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Граф Алексей снова погрузился в беспечную пучину наслаждений, как это говорится в великосветских романах. О нем продолжали говорить с удвоенным восхищением. Женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской кареты, пролетавшей по миллионной, неизменно стоял абиссинец, вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих. И внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня белорусско-балтийская, последняя пассия графа была безутешна. Исчезновение графа наделало много шуму. Газеты были полны догадками, сыщики сбились с ног, но все было тщетно. Следы графа не находились. Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Волтасар XIX века принял схему. Передавали ужасные подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини белорусско-балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. Рождались новые слухи. Ждали графа назад. Говорили, что это временное помешательство на религиозной почве. Утверждали, что граф бежал от долгов. Передавали, что виною всему несчастный роман. А на самом деле гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. Назад он не вернулся. Мало-помалу о нем забыли. Княгиня Балтийская познакомилась с итальянским певцом, а абиссинец Васька уехал на родину. В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел для себя особую монашескую форму. Клобук с отвесным козырьком, закрывающим лицо, и рясу, связывающую движение. С благословения игумена он стал носить эту форму. Но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней, он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу. Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в три месяца. Так прошло двадцать лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя. Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжении двадцати лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел четыре дня. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что монахов выгнали большевики и устроили в обители совхоз. Оставив немного сухарей, старик, плача, ушел. Схимник не понял старика. Светлый и тихий он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик-крестьянин продолжал носить сухари. Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет. Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и легкая седая борода его закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожали плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь. Время шло. Жизнь раскрылась перед схимником во всей своей полноте и сладости. В ночь, наступившую за тем днем, когда схимник окончательно понял, что все в его познании светло, он неожиданно проснулся. Это его удивило. Он никогда не просыпался ночью. Размышляя о том, что могло его разбудить, он снова заснул и сейчас же опять проснулся, чувствуя сильное жжение в спине. Постигая причину этого жжения, он постарался заснуть, но не мог. Что-то мешало ему. Он не спал до утра. На следующую ночь его снова кто-то разбудил. Он проворочился до утра, тихостяная и незаметно для самого себя почесывая руки. Днем, поднявшись, он случайно заглянул в гроб. Тогда он понял все. По углам его мрачной постели быстро перебегали вишневые клопы. Схимнику сделалось противно. В этот же вечер пришел старик с сухарями. И вот подвижник, молчавший двадцать пять лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако, стыдясь и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. Впервые за три дня Евпул заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни. Но через два месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился. Но молитвы помогали еще меньше керосина. Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок арогац против клопов. Но и арогац не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро. Могучее здоровье схимника, которого не могло сломить двадцатипятилетнее постничество, заметно ухудшалось. Началась темная, отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он сжег клопов лучиной. Клопы умирали, но не сдавались. Было испробовано последнее средство. Продукты брглик, розовая жидкость, с запахом отравленного персика под названием клопин. Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов. Тогда он понял, что ошибся. Жизнь, так же, как и двадцать пять лет назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душою на небесах оказалось невозможным. Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов-толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела соло. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед. Сейчас он служит кучером конной базы московского коммунального хозяйства. Рассказав Ипполиту Матвеевичу эту в высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмаки, сыграл на губах тушь и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глинцевитую кожу, с нежной страстью приговаривая, «Мои маленькие друзья!» «Где вы были?» — спросил Ипполит Матвеевич с просонья. «У вдовы!» — глухо ответил Остап. «Ну!» Ипполит Матвеевич оперся на локоть. «И вы женились на ней?» Глаза Остапа заискрились. «Теперь я уже должен жениться, как честный человек!» Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул. «Знойная женщина!» — сказал Остап. «Мечта поэта — провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии и на местах еще встречаются...» «Когда же свадьба?» «Послезавтра. Завтра нельзя. Первое мая, все закрыто». «А как же будет с нашим делом? Вы женитесь, а нам, может быть, придется ехать в Москву?» «Ну чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается». «А жена?» «Жена? Бриллиантовая вдовушка. Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом совнаркоме. Прощальная сцена и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день». Глава тринадцатая. «Дышите глубже, вы взволнованы». В утро первого мая Виктор Михайлович Полесов с недаемой обычной жаждой деятельности выскочил на улицу и помчался к центру. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения, потому что народу было еще мало, и праздничные трибуны, оберегаемые конными милиционерами, были пусты. Но часам к девяти в разных концах города замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки. Колонна мусоработников в мягких отложных воротничках каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая. Грузовик, на который был надет зеленый фанерный паровоз серии «Ща», все время наскакивал на мусоработников сзади. При этом на тружеников гобоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики. «Где ваш распорядитель? Вам разве по красноармейской? Не видите, влезли и создали пробку». Тут на горе мусоработников в дело вмешался Виктор Михайлович. «Конечно же, вам суда. В тупик надо сворачивать. Праздника даже не могут организовать», — надрывался Полесов. «Суда, суда. Удивительное безобразие». Грузовики старкомхоза и мельстроя развозили детей. Самые маленькие стояли у бортов грузовика, а ростом побольше в середине. Несовершеннолетнее воинство потряхивало бумажными флажками и веселилось до упаду. Стучали пионерские барабаны. Допризывники выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы скоротать время в заторе, качали старичков и активистов. Старички причитали бабьими голосами. Активисты летали молча с серьезными лицами. В одной веселой колонне приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали его качать. Полесов дергал ногами, как паяц. Понесли чучело английского министра Чемберлена, которого, рабочий с анатомической мускулатурой, бил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу. — Васька! — кричали с тротуара. — Буржуй! Отдай подтяжки! Девушки пели. В толпе служащих Сабеса шел Альхин с большим красным бантом на груди и задумчиво гнусил. Но от тайги до Британских морей Красная армия всех сильней. Физкультурники по команде раздельно кричали нечто невнятное. Все шло, ехало и маршировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде вагон электрического трамвая. Никто в точности не знал, когда начали строить Старгородский трамвай. Как-то в двадцатом году, когда начинались субботники, деповцы и канадчики пошли с музыкой на гусище и весь день копали там какие-то ямы. Нарыли очень много глубоких и больших ям. Среди работающих бегал товарищ в инженерской фуражке. За ним ходили с разноцветными шестами десятники. В следующий субботник работали в том же месте. Две ямы, вырытые не там, где надо, пришлось снова завалить. Товарищ в инженерской фуражке налетал на десятников и требовал объяснений. Новые ямы копали еще глубже и шире. Потом прибезли кирпич, и появились настоящие строительные рабочие. Они начали выкладывать фундамент. Затем все стихло. Товарищ в инженерской фуражке приходил еще иногда на опустевшую постройку и долго расхаживал в обложенной кирпичом яме бармача. Хозрасчет! Он похлопывал по фундаменту палкой и бежал домой, в город, закрывая ладонями замерзшие уши. Фамилия инженера была Треухов. Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году. Но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали НЭП, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимой дети устраивали там ледяные горки. Треухов мечтал о большом деле. Ему нудно было служить в отделе благоустройства старкомхоза, чинить обочины тротуаров и составлять сметы на установку афишных тумб. Но большого дела не было. Проект трамвая, снова поданный на рассмотрение, барахтался в высших губернских инстанциях, одобрялся, не одобрялся, переходил на рассмотрение в центр, но, независимо от одобрения или неодобрения, покрывался пылью, потому что ни в том, ни в другом случае денег не давали. — Это варварство! — кричал Треухов на жену. — Денег нет. А переплачивать на извозы промышленников, на гужевую доставку, на станцию товаров — есть деньги. Старгородские извозчики дерут с живого и с мертвого. Ну, конечно, монополия мародеров. Попробуй пешком с вещами за пять верст на вокзал пройтись. Трамвай окупится в шесть лет. Его блеклые усы гневно обвисали. Курносое лицо шевелилось. Он вынимал из стола напечатанные светописью на синей бумаге чертежи, сердито показывал их жене в тысячный раз. Тут были планы станции и депо к двенадцатитрамвайным линиям. — Да черт с ними, с двенадцатью. Потерпят. Но три, три линии. Без них Старгород задохнется. Трюхов фыркал и шел в кухню пилить дрова. Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ребенка и стиральную машину. Первое время сам стирал белье, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайней мере, пятая часть жалования уходила у Трюхова на выписку иностранной технической литературы. Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить. Потащил он свой проект и к новому заведующему старкомхозам Гаврилину, которого перевели в Старгород из Самарканда. Почерневший под туркестанским солнцем новый заведующий, долго, но без особого внимания слушал Трюхова, невнимательно пересмотрел все чертежи и под конец сказал. — А вот в Самарканде никакого трамвая не надо. Там все на яшаках ездят. Яшак три рубля стоит. Дешевка. А подымают пудов десять. Маленький такой яшачок. Даже удивительно. — Вот это есть Азия! — сердито сказал Трюхов. — Ишак три рубля стоит, а скормить ему нужно тридцать рублей в год. — А на трамвае вашем вы много на тридцать рублей наездите? Триста раз? Даже не каждый день в году. — Ну и выписывайте себе ваших ишаков! — закричал Трюхов и выбежал из кабинета, ударив дверью. С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Трюховым задавать ему насмешливые вопросы. — Ну как, будем выписывать яшаков или трамвай построим? Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу. Глаза хитрили. Месяца через два Гаврилин вызвал к себе инженера и серьезно сказал ему. — У меня тут планчик наметился. Мне одно ясное, что денег нет, а трамвай не ешак, его за трешку не купишь. Тут материальную базу подводить надо. Практическое разрешение какое? Акционерное общество. А еще какое? Заем под проценты. Трамвай через сколько лет должен окупиться? Со дня пуска в эксплуатацию трех линий первой очереди через шесть лет. Но будем считать через десять. Теперь акционерное общество. Кто войдет? Пища, трест, масло, центр. Канадчикам трамвай нужен? Нужен. Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем. Значит, канадчики. НКПС, может быть, даст немного. Ну, губы с полком даст, это уж обязательно. А раз начнем, Госбанк и Комбанк дадут ссуду. Вот такой мой планчик. В пятницу на президиуме губы с полкома разговор будет. Если решимся, за вами остановка. Треухов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущество трамвайного транспорта перед гужевым. В пятницу вопрос решился благоприятно. И начались муки. Акционерное общество сколачивали с великой натугой. НКПС то вступал, то не вступал в число акционеров. Пищетрест всячески старался вместо 15% акций получить только 10%. Наконец, весь пакет акций был распределен, хотя не обошлось без столкновений. Гаврилина за нажим вызвали в губ кака. Впрочем, все обошлось благополучно. Оставалось начать. — Ну, товарищ Треухов, — сказал Гаврилин, — начинай. Чувствуешь, что можешь построить? Вот это тебе не ешака купить. Треухов утонул в работе. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы. Писались сметы, составлялся план постройки, делались заказы. Трудности возникали там, где их меньше всего ожидали. В городе не оказалось специалистов-бетонщиков, и их пришлось выписать из Ленинграда. Гаврилин торопил, но заводы обещались дать машины только через полтора года, а нужны они были самое позднее через год. Подействовала только угроза заказать машины за границей. Потом пошли неприятности помельче. То нельзя было найти фасонного железа нужных размеров, то вместо пропитанных шпал предлагали непропитанные, наконец, дали то, что нужно, но Треухов, поехавший сам на шпалопропиточный завод, забраковал 60% шпал. В чугунных частях были раковины, лес был сырой, рельсы были хороши, но они стали пребывать с опозданием на месяц. Гаврилин часто приезжал в старом простуженном фиате на постройку станции. Здесь между ним и Треуховым вспыхивали перебранки. Покуда строились и монтировались трамвайная станция и депо, старгородцы только отпускали шуточки. В старгородской правде трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельдетонист принц Датский, писавший теперь под псевдонимом Маховик. Не меньше трех раз в неделю Маховик разражался большим бытовым очерком о ходе постройки. Третья полоса газеты, изобиловавшая заметками под скептическими заголовками «Мало пахнет клубом, по слабым точкам, осмотры нужны, но при чем тут блеск и длинные хвосты, хорошо и плохо, чему мы рады и чему нет, подкрутить вредителей просвещения и с бумажным морем пора покончить», стала дарить читателей солнечными и бодрыми заголовками очерков Маховика «Как строим, как живем». «Гигант скоро заработает», «Скромный строитель» и так далее в том же духе. Треухов с дрожью разворачивал газету и, чувствуя отвращение к братьям-писателям, читал о своей особе бодрые строки. Подымаюсь по стропилам, ветер шумит в уши, наверху он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду курносый человек в затрапезной фуражке с молоточками. Вспоминаю, на берегу пустынных волн стоял он дум великих полн. Подхожу. Ни единого ветерка, стропила не шелохнуться. Спрашиваю, «Как выполняются задания?» Некрасивое лицо строителя, инженера Треухова, оживляется. Он пожимает мне руку, он габарит. И семьдесят процентов задания уже выполнено. Статья кончалась так. «Он жмет мне на прощанье руку, позади меня гудят стропила, рабочие снуют там и сям. Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя?» Маховик. Спасало Треухова только то, что на чтение газеты времени не было, и иногда удавалось пропустить сочинение товарища Маховика. Один раз Треухов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение. «Конечно», — писал он, «болты можно называть трансмиссией, но делают это люди ничего не смыслящие в строительном деле. И потом я хотел бы заметить товарищу Маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах все равно, что утверждать, будто бы виолончель рожает детей. Примите и прочее». После этого неугомонный принц на постройке перестал появляться, но бытовые очерки по-прежнему украшали третью полосу, резко выделяясь на фоне обыденных «пятнадцать тысяч рублей ржавеют», «жилищные комочки», «материал плачет» и курьез и слезы. Строительство подходило к концу. Термитным способом сваривались рельсы, и они тянулись без зазоров от самого вокзала до боин и от привозного рынка до кладбища. Сперва открытие трамвая хотели приурочить к девятой годовщине октября, но вагоностроительный завод, ссылаясь на арматуру, не сдал к сроку вагонов. Открытие пришлось отложить до первого мая. К этому дню решительно все было готово. Концессионеры гуляючи дошли вместе с демонстрациями до «Гусища». Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галлопировал за первым мороженщиком, бог и весь как, попавшим в пустой, оцепленный трамвайщиками, круг. Между двумя воротами депо выселась жидкая, пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. К трибуне подходили делегаты. Сводный оркестр коммунальщиков и канатчиков пробовал силу своих легких. Барабан лежал на земле. По светлому залу депо, в котором стояли десять светло-зеленых вагонов, занумерованных от 701 до 710, шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. На груди у него висела зеркалка, в которую он часто и озабоченно заглядывал. Корреспондент искал главного инженера, чтобы задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. Хотя в голове корреспондента очерк об открытии трамвая со включением конспекта еще не произнесенных речей был уже готов, корреспондент добросовестно продолжал изыскание, находя недостаток лишь в отсутствии буфета. В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая. На трибуну поднялся президиум губ исполкома. Принц Датский, заикаясь, обменивался фразами с собратом по перу. Ждали приезда московских кинохроникеров. — Товарищи, — сказал Гаврилин, — торжественный митинг по случаю открытия старгородского трамвая позвольте считать открытым. Медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли «Интернационал». — Слово для доклада предоставляется товарищу Гаврилину, — крикнул Гаврилин. Принц Датский, маховик и московский гость, не сговариваясь, записали в свои записные книжки. Торжественный митинг открылся докладом председателя старкомхоза товарища Гаврилина. Толпа обратилась вслух. Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был холост и юн. Принц Маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил за четвертый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, маховик датский, кроме водки, ничего в рот не брал. Но, несмотря на эту разницу в характерах, возрасте, привычках и воспитании, впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, подержанные, вываленные в пыли фразы. Карандаши их зачирикали, и в книжках появилась новая запись. В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире. Гаврилин начал свою речь хорошо и просто. — Трамвай построить, — сказал он. — Ед не ешака купить. В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. Ободренный приемом, Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе против воли оратора получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора. Толпа обмякла. Корреспонденты в раз записали. В образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего союза. Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на Муссолини. И только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми фразами. — И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из Депа, благодаря кому он выпущен? — Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а, товарищи, за совесть. И еще, товарищи, благодаря честного советского специалиста, главного инженера Триухова. Ему тоже спасибо. Стали искать Триухова, но не нашли. Представитель маслоцентра, которого давно уже жгло, протиснулся к перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро написали «Шумные аплодисменты, переходящие в овацию». Потом подумали над тем, что переходящие в овацию будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решился и овацию вычеркнул. Маховик вздохнул и оставил. Солнце быстро катилось по наклонной плоскости. С трибуны произносились приветствия. Оркестр поминутно играл тушь. Светло засинел вечер, а митинг все продолжался. И говорившие, и слушавшие давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая. Но все так привыкли говорить, что не могли остановиться. Наконец нашли Триухова. Он был испачкан, и прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки. «Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Триухову!» радостно возвестил Гаврилин. «Ну, говори, а то я совсем не то говорил», добавил он шепотом. Триухов хотел сказать многое. И про субботники, и про тяжелую работу, обо всем, что сделано, и что можно еще сделать. А сделать можно многое. Можно освободить город от заразного привозного рынка, построить крытые стеклянные корпуса, можно построить постоянный мост вместо временного, ежегодно сносимого ледоходом, можно, наконец, осуществить проект постройки огромной мясо-хладобойни. Триухов открыл рот и, запинаясь, заговорил. «Товарищи! Международное положение нашего государства!» И дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела. Только окончив, Триухов понял, что и он ни слова не сказал о трамвае. «Вот обидно!» подумал он. «Абсолютно мы не умеем говорить. Абсолютно!» И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. «Эти акробаты пера!» восклицал он. «Эти виртуозы фарса!» «Эти шакалы ротационных машин!» Первую часть речи француз произносил в тоне «ля», а вторую часть в тоне «до» и последнюю патетическую в тоне «ми». Жесты его были умеренные и красивые. «А мы только муть разводим!» решил Триухов. «Лучше б совсем не говорили». Было уже совсем темно, когда председатель губы сполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с Гомоном стали рассаживаться по вагонам. Ударили тонкие звоночки, и первый вагон трамвая, которым управлял сам Триухов, выкатился из депо под оглушительные крики толпы и стоны оркестра. Освещённые вагоны казались ещё ослепительнее, чем днём. Все они плыли цугом по гусищу. Пройдя под железнодорожным мостом, они легко поднялись в город и свернули на Большую Пушкинскую. Во втором вагоне ехал оркестр и, выставив трубы из окон, играл марш Будённого. Гаврилин в кондукторской форменной тужурке с сумкой через плечо, прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался, давал некстати звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на первого мая в девять часов вечера, торжественный вечер, имеющий быть в клубе коммунальников в последующей программе. Первое. Доклад товарища Мосина. Второе. Вручение грамоты союзом коммунальников. Третье. Неофициальная часть большой концерт и семейный ужин с буфетом. На площадке последнего вагона стоял, неизвестно как попавший в число почетных гостей, Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова, мотор выглядел отлично и, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе. — Воздушный тормоз работает неважно, — заявил Полесов, с торжеством поглядывая на пассажиров. — Не всасывает. — Тебя не спросили, — ответил вагоновожатый. — Авось засосет. Проделав праздничный тур по городу вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа. Треухова качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но, так как он весил пудов шесть и высоко не летал, его скоро отпустили. Качали товарища Мосина, техников и рабочих. Второй раз в этот день качали Виктора Михайловича. Теперь он уже не дергал ногами, а строго и серьезно, глядя в звездное небо, взлетал и парил в ночной темноте. Спланировав в последний раз, Полесов заметил, что его держит за ногу и смеется гадким смехом никто иной, как бывший предводитель Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Полесов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Заметив, что Ипполит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходят, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними. Когда все уже кончилось, и Гаврилин в своем люловеньком Фиате поджидал отдававшего последние распоряжения Триухова, чтобы ехать с ним в клуб, к воротам депо подкатил фордовский полугрузовичок с кинохроникерами. Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в двенадцатиугольных роговых очках и элегантном кожаном армяке без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из-за дамого яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путаясь в длинном шарфе того стиля, который Остап Бендер обычно называл шик-модерн. Затем из грузовичка поползли ассистенты Юпитера и девушки. Вся группа с криками ринулась в депо. — Внимание! — крикнул бородатый армяковладелец. — Коля, ставь Юпитера! Триухов залился и двинулся к ночным посетителям. — Это вы кино? — спросил он. — А что же вы днем-то не приехали? — А когда назначено открытие трамвая? — Да он уже открыт. — Ну да, да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Масса работы закат солнца. Ну, впрочем, мы и так справимся. — Коля, давай свет. Вертящееся колесо крупно, двигающиеся ноги толпы крупно. — Люда, милочка, пройдитесь. — Коля, начали. — Начали. — Пошли. — Идите, идите, идите. — Довольно? — Спасибо. — Теперь будем снимать строителя. — Товарищ Триухов? — Будьте добры, товарищ Триухов. — Нет-нет, не так, в три четверти. — Ага, вот так, пооригинальней, на фоне трамвая. — Коля, начали. — Говорите что-нибудь. — Ну, мне, право, так неудобно. — Великолепно. — Хорошо. — Еще говорите. — Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая. — Люда, войдите в рамку. — Так, дышите глубже, вы взволнованы. — Коля, ноги крупно. — Начали. — Так-так, — Все, большое спасибо. Стоп. С давно дрожавшего фиата тяжело слез Гаврилин и пришел звать отставшего друга. Режиссер с волосатым адамовым яблоком оживился. — Коля, Коля, сюда. Прекрасный типаж, рабочий, пассажир трамвая. Дышите глубже, вы взволнованы. Вы никогда прежде не ездили в трамвае. Начали. Дышите. Гаврилин с ненавистью засопел. — Прекрасно, милочка. Идите сюда. Привет от комсомола. Дышите глубже, вы взволнованы. Так, прекрасно. Коля, кончили. — А трамвай снимать не будете? — спросил Триухов застенчиво. — Видите ли, промычал кожаный режиссер, условия освещения не позволяют. Придется доснять в Москве. Целую. Кинохроника молниеносно исчезла. — Ну, пойдем, дружок, отдыхать, сказал Гаврилин. — Ты что, закурил? — Закурил, сознался Триухов. Не выдержал. На семейном вечере голодный накурившийся Триухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только засмеялся. Потом долго тряс руку Гаврилина и говорил «Ты чудак, тебе надо научиться проектировать железнодорожные мосты. Это замечательная наука и, главное, абсолютно простая. Мост через Гудзон». Через полчаса его развезло окончательно, и он произнес Филиппику, направленную против буржуазной прессы. «Эти акробаты фарса, эти гиены пера, эти биртозы ротационных машин», кричал он. Домой его отвезла жена на извозчике. «Хочу ехать на трамвае», говорил он жене. «Ну, как ты этого не понимаешь? А раз есть трамвай, значит, на нем нужно ехать. Почему? Ну, во-первых, это выгодно». Полесов шел следом за консессионерами, долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянинову. «Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич», сказал он почтительно. Воробьянинову сделалось не по себе. «Не имею чести», пробормотал он. Остав выдвинул правое плечо и подошел к слесарю интеллигенту. «Ну, но», сказал он, «Что вы хотите сказать моему другу?» «Вам не надо беспокоиться», зашептал Полесов, оглядываясь по сторонам. «Я от Елены Станиславовны». «Как? Она здесь?» «Здесь и очень хочет вас видеть». «Зачем?» спросил Остап. «А вы кто такой?» «Я...» «Вы, Ипполит Матвеевич, не подумайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню». «Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне», нерешительно сказал Воробьянинов. «Она чрезвычайно просила вас прийти». «Да, но откуда она узнала?» «Я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал, знакомое лицо, потом вспомнил, вы, Ипполит Матвеевич, ни о чем не волнуйтесь, все будет совершенно тайно». «Знакомая женщина?» спросил Остап деловито. «Да, старая знакомая». «Ну, тогда, может быть, зайдем поужинаем у старой знакомой. Я, например, безумно хочу жрать, а все закрыто». «Пожалуй». «Ну, тогда идем. Ведите нас, таинственный незнакомец». И Виктор Михайлович проходными дворами, поминутно оглядываясь, повел компаньонов к дому гадалки в Перелешинский переулок. Глава четырнадцатая «Союз меча и орала» Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности, могут выпасть зубы, посидеть и передеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у нее не изменится, он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы. Поэтому, когда Полесов постучал в дверь и Елена Станиславовна спросила «Кто там?» Воробьянинов дрогнул. Голос его любовницы был тот же, что и в девяносто девятом году перед открытием Парижской выставки. Но войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от былой красоты не осталось и следа. «Как вы изменились?» сказал он невольно. Старуха бросилась ему на шею. «Спасибо», сказала она, «я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я нелюбопытна». «Я приехал вовсе не из Парижа», растерянно сказал Воробьянинов. «Мы с коллегой прибыли из Берлина», поправил Остап, нажимая на локоть Ипполита Матвеевича. Но об этом не рекомендуется говорить вслух. «Ах, я так рада вас видеть», возопила гадалка. «Войдите сюда, в эту комнату. А вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса?» «О, заметил Остап, первое свидание, трудные минуты, разрешите и мне удалиться. Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович?» Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полесова, где Остап, сидя на обломке ворот дома номер пять по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночкою с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению Родины. Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими. «А вы помните, Елена Станиславовна?» говорил Ипполит Матвеевич. «А вы помните, Ипполит Матвеевич?» говорила Елена Станиславовна. «Кажется, наступил психологический момент для ужина», подумал Остап, и, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал, «В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это, ранний ужин или поздний обед». Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню. «А теперь действовать, действовать и действовать», сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку. «Старуха не подкачает, надежная женщина». Полесов молитвенно сложил руки. «Ваша политическая креда». «Всегда», восторженно ответил Полесов. «Вы, надеюсь, кирилловец?» «Так точно», Полесов вытянулся в струну. «Россия вас не забудет», ряфнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение. Упоительное состояние перед выше средним шантажом. Он прошелся по комнате как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна, с трудом тащившая из кухни самовар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать. — Мадам, — сказал он, — мы счастливы видеть в вашем лице. Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Из всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то милостиво повелеть соизволил. Но это было не к месту, поэтому он начал деловито. — Строгий секрет государственная тайна. Остап показал рукой на Воробьянинова. — Кто по-вашему этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда ничего не говорит зря, молчал. В Полесове все происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрав подбородок к потолку в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в страхе глядя на Остапа. — Наших в городе много? — спросил Остап напрямик. — Каково настроение? — При наличии отсутствия, сказал Виктор Михайлович и стал путанно объяснять свои беды. Тут был и дворник дома номер пять, возомнившая себе хам, и плашки три восьмых дюйма, и трамвай, и прочее, прочее. — Хорошо, глянул Остап. — Елена Станиславовна, с вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам? — Ну, кого же можно пригласить? Максима Петровича разве с женой? — Без жены, поправил Остап, без жен. Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого? Во обсуждении, к которому деятельно примкнул и Виктор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников, хозяина быстрого пака Дядьева, председателя Одесской бубличной артели Московские баранки Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. — В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом, заговорил Полесов. Я побегу к Максиму Петровичу за Никеши и Владей, а уж вы, Елена Станиславовна, потрудитесь и сходите в Быструю пак и за Кислярским. Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла. — Что это значит? — спросил Ипполит Матвеевич. — Это значит, ответил Остап, что вы отсталый человек? — Почему? — Потому что, простите за пошлый вопрос, сколько у вас есть денег? — Каких денег? — Всяких, включая серебро и медь. — Тридцать пять рублей. — И с этими деньгами вы собираетесь окупить все расходы по нашему предприятию? Ипполит Матвеевич молчал. — Вот что, дорогой патрон, мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой приближенной к императору. — Ну, зачем? — Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день. — А что же я должен делать? — простонал Ипполит Матвеевич. — Вы должны молчать. Иногда для важности надувайте щеки. — Но ведь это же обман. — Кто это говорит? Это говорит граф Толстой или Дарвин? Нет, я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь, молчите и не забывайте надувать щеки. — К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести. — Об этом не беспокойтесь, на плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет. Давайте пить чай. Пока консессионеры пили и ели, а попугай трещал с кролупой подсолнухов, в квартиру входили гости. Никеша и Владя пришли вместе с Полесовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Никеша и Владя были вполне созревшие недотепы. Каждому из них было лет под тридцать. Им видно очень нравилось, бывший гласной городской думы Чарушников тучный старик долго тряс руку Ипполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову. — Вы в каком полку служили? Чарушников запыхтел. — Я, так сказать, вообще не служил. Потому что, будучи обличен доверием общества, проходил по выборам. — Вы дворянин? — Да, был. Вы, надеюсь, остались им и сейчас. Крепитесь. Потребуется ваша помощь. Полесов вам говорил? Заграница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации. Остап отогнал Полесова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил. — В каком полку служили? Придется послужить Отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание! Остап понесло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславовной владельцу Быстроупака Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в каком полку он служил и обещал содействие за границей и полную тайну организации. Первым чувством владельца Быстроупака было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованное дело. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять. А вдруг? Впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано. Дружеская беседа за чайным столом оживилась. Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о городских новостях. Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей. — Крепитесь, — сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал. — Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам народа. Кислярский сочувственно загрустил. — Вы знаете, кто это сидит? — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича. — Как же, — ответил Кислярский, — это господин Воробьянинов. — Это, — сказал Остап, — гигант мысли, отец русской демократии, особо приближенная к императору. — В лучшем случае два года со строгой изоляцией, — подумал Кислярский, начиная дрожать. — Зачем я сюда пришел? — Тайный союз меча и орала, — зловеще прошептал Остап. — Десять лет, — мелькнула у Кислярского мысль. — Впрочем, вы можете уйти, но у нас предупреждают длинные руки. — Я тебе покажу, сукин сын, — подумал Остап, — меньше, чем за сто рублей я тебя не выпущу. Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном союзе меча и орала. Он остался. Длинные руки произвели на него невыгодное впечатление. — Граждане, — сказал Остап, открывая заседание, — жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания. Она вам известна, цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой, и те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Полесов не понял своего нового друга, молодого гвардейца. «Какие дети?» подумал он. «Почему дети?» И Полит Матвеевич даже не старался ничего понять. Он давно уже махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки. Елена Станиславовна пригорюнилась. Никиша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа. Владелец быстрого пака был чрезвычайно доволен. «Красиво составлено», решил он. «Под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи и почет не вышло, мое дело шестнадцатое. Помогал детям и дело с концом». Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики. Кислярский был на седьмом небе. «Золотая голова», думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер. «Товарищи», продолжал Остап, «нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете?» Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. «Попрошу делать взносы». Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленый Никеша с Владей и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть иносказаний Остапа. «В порядке старшинства, господа», сказал Остап. «Начнем с уважаемого Максима Петровича». Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей. «В лучшие времена дам больше», заявил он. «Лучшие времена скоро наступят», сказал Остап. «Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится». Восемь рублей дали Никеша с Владей. «Мало, молодые люди». Молодые люди зарделись. Полесов сбегал домой и принес пятьдесят рублей. «Браво, гусар», сказал Остап. «Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажут купечества?» Дядьев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнительный. Остап был неумолим. «В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними». Ипполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу деток по двести рублей. «Итого», возгласил Остап, «четыреста восемьдесят восемь рублей». «Эх, двенадцати рублей не хватает для ровного счета». Елена Станиславовна долго крепившаяся ушла в спальню и вынесла в редикюре искомые двенадцать рублей. Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться. Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами. «От дня следующего заседания вы будете оповещены особо», говорил Остап на прощание. «Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах». При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он едва удержал себя от этого порыва. «Ну-с», сказал Остап, «будем двигаться. Вы, Ипполит Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславовны и переночу идти у нее. Кстати, нам и для конспирации полезно разделиться на время. А я пошел». Ипполит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу, но тот сделал вид, что не заметил этого и вышел на улицу. Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него лежат пятьсот честно заработанных рублей. «Извозчик», крикнул он, «вези в Феникс». «Это можно», сказал извозчик. Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану. «Это что, закрыто?» «По случаю первого мая». «Ах, что бых! и денег сколько угодно, и погулять негде. Ну, тогда валяй на улицу Плеханова, знаешь?» Остап решил поехать к своей невесте. «А раньше-то эта улица как называлась?» спросил извозчик. «Не знаю. А куда же ехать-то? И я же не знаю». Тем не менее, Остап велел ехать и искать. часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и, наконец, сообщил, что Плеханова не иначе, как бывшая губернаторская. «Ну, губернаторская. Я губернаторскую хорошо знаю. Двадцать пять лет вожу на губернаторскую». «Ну, езжай». Приехали на губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса. Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова, но не нашел ее. Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься. «Вези в Сарбону!» — крикнул он. «Тоже извозчик, Плеханова не знаешь». Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода, ей было никак не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все, арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии товарищ Бендер. Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Горько!» Остап все время произносил речи, спичи и тосты, пили за народное просвещение и ирригации Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру «Так вы не тяните, они там». «Вы стяжатель», ответил пьяный Остап, «ждите меня в гостинице, никуда не уходите, я могу прийти каждую минуту, уплатите в гостинице по счету, чтоб все было готово. Адье, фельдмаршал, пожелайте мне спокойной ночи». Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбону волноваться. В пять часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел. «Как вам это удалось?» выговорил наконец Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Ну, жаль было будить. На заре ты ее не буди. Увы, пришлось оставить любимой записку. Выезжаю с докладом в Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик». А стул я захватил в столовой. Травая в эти утренние часы нет, отдыхал на стуле по пути. Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. «Тихо», сказал Остап, «нужно действовать без шума». Он вынул из кармана плоскогубцы и работа закипела. «Вы дверь заперли?» спросил Остап. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках. «Такого материала теперь нет, надо его сохранить. Товарный голод, ничего не поделаешь». Все это довело Ипполита Матвеевича до крайнего раздражения. «Готово», сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица. «Ну!» повторял Ипполит Матвеевич на разные лады. «Ну! Ну!» «Ну и ну!» отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против одиннадцати, и этот шанс...» Он хорошенько порылся в стуле и закончил. «И этот шанс пока не наш». Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки. Но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились». Он походил по комнате. «Ничего, этот стул обошелся вдове дороже, чем нам». Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченных ложечек и чайная ситечка. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», заметил Остап, «но согласись, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует, это еще только начало, конец в Москве. А мебельный музей это вам не вдова, там потруднее будет». Компаньоны запихнули обломки стула под кровать и, подсчитав деньги, их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось 535 рублей, выехали на вокзал к московскому поезду. Ехать пришлось через весь город на извозчике. На кооперативной улице они увидели Полесова, бежавшего по тротуару, как пугливая антилопа. За ним гнался дворник дома номер 5 по Перелешинскому переулку. Заворачивая за угол, консессионеры успели заметить, что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить. Полесов кричал «Караул!» и «Хам!» До отхода поезда сидели в уборной, опасаясь встречи с любимой женщиной. Поезд уносил друзей в шумный центр. Друзья приникли к окну. Вагоны проносились над гусищем. Внезапно Остап заревел и схватил воробьяниного за бицепс. «Смотрите! Смотрите!» крикнул он. «Скорее!» «Альхин, сукин сын!» И Полит Матвеевич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженую рыжей физгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочке. Солнце пробилось сквозь тучи, сияли кресты церквей. Остап хохоча высунулся из окна и гаркнул. «Пашка! На толкучку везешь!» Паша Эмильевич поднял голову, но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами. «Видели?» радостно спросил Остап. «Красота! Вот работают люди!» Остап похлопал загрустившего воробьяниного по спине. «Ничего, папаша, не унывайте. Заседание продолжается. Завтра вечером мы в Москве». Часть вторая В Москве Глава пятнадцатая Среди океана стульев Статистика знает все. Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лес. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Политу Матвеевичу Воробьянинову книги ЗАГСов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок. Как много жизни, полный пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц. Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков, жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыбочихонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индийцы. Под столом прячутся два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец с величиной в Пизанскую башню стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перца пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В рьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки, нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках. Кто же этот розовощокий индивид обжора пьянчуга и сластун? Гаргантюа? Король дипсодов? Силав Фос? Легендарный солдат Яшко Красная Рубашка? Лукул? Это не Лукул, это Иван Иванович Сидоров или Сидор Сидорович Иванов, средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю Это нормальный потребитель калорий и витаминов, тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантерии и трикотажа. От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных, шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, но знает даже сколько в стране статистиков. И одного она не знает. Не знает она сколько в СССР стульев. Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульем лавки, палати, завалинки, а на востоке истертые ковры и паласы, то все же остается 50 миллионов человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть никак не менее 26,5 миллионов. Для верности откажемся еще от 6,5 миллионов. Оставшиеся 20 миллионов будут числом минимальным. Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых герои романа должны найти ореховый гампсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английском ситцем брюхе сокровище мадам Петуховой. Консессионеры лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Акул и, усилив ход, стал приближаться к Москве. Глава 16 Общежитие имени монаха Бертольда Шварца Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи, на хвою, на дощатые дачные платформы. Все дорожные анекдоты были уже рассказаны, старгородская правда от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами, все цыплята, яйца и маслины съедены. Оставался самый томительный участок пути последний час перед Москвой. Из реденьких лесочков и рощ подскакивали к насыпи веселенькие дачки. Были среди них деревянные дворцы, блещущие стеклом веранд и свежевыкрашенными железными крышами, были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами, настоящие капканы для дачников. В то время, как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перевирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве прикалки, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между ними. Как еще будет с музеем мебели, неизвестно. Обойдется? Стревоженно говорил он. Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременные истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. Поезд прыгал на стрелках. Глядя на него, семафоры разевали рты. Пути учащались, чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла, ее заменил шлак. Свистели маневровые паровозы, стрелочники трубили, внезапно грохот усилился, поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая, как турникет, стал пересчитывать вагоны. Пути вздваивались. Поезд выскочил из коридора, ударило солнце, низко по самой земле разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым, паровоз отдувался, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик, деповцы загоняли паровоз в стойло. От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону. Это была Москва. Это был Рязанский, самый свежий и новый из всех московских вокзалов. Ни на одном из восьми остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал с его псевдорусскими гребешками и геральгическими курочками легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала. Московские вокзалы — ворота города. Ежедневно они впускают и выпускают 30 тысяч пассажиров. Через Александровский вокзал входят в Москву иностранец на каучуковых подошвах в костюме для гольфа. Шаровары и толстые шерстяные чулки наружу. С Курского попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. С Октябрьского выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. Он приехал из Ленинграда по делам увязки согласования и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик наилучшая улица на земле. Одесситы тащат с собой корзины и плоские коробки с копченой с Кумбрией. Им тоже известна лучшая улица на земле. Но это, конечно, не Крещатик. Это улица Лассаля, бывшая Дерибасовская. Из Саратова, Откарска, Тамбова, Ртищева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывают в Москву через Савеловский. Это башмачники из Талдама, жители города Дмитрова, рабочие Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий зимой и летом на станции Хлебникова. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большое расстояние по этой линии 130 верст. С Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска, Читы, из городов дальних и больших. Самые диковинные пассажиры, однако, на Рязанском вокзале. Это узбеки в белых кисейных челмах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы, над республиками которых сияет вечное солнце. Консессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них выселись геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали пять минут одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А посмотрев на темно-синий украшенный знаками зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять. — Очень удобно для свиданий, сказал Остап. Всегда есть десять минут форы. Извозчик издал губами поцелуйный звук. Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города. — А куда мы, однако, едем? спросил Ипполит Матвеевич. — К хорошим людям, ответил Остап. В Москве их масса, и все мои знакомые. — И мы у них остановимся. — Это общежитие. Если ни одного, то другого места всегда найдется. В охотном ряду было смятение. В рассыпную с лотками на головах, как гуси, бежали беспатентные лотошники. За ними лениво трусил милиционер. Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы. Выехали на Арбатскую площадь, проехали по Пречистинскому бульвару и, свернув направо, остановились на Сивцевом вражке. — что это за дом? — спросил Ипполит Матвеевич. Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил «Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца». — «Неужели монаха?» — «Ну, пошутил, пошутил. Имени Симашка». Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющими к химии довольно отдаленное отношение. Студенты расползлись, часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям, часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть, год от года возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким и исчез со всех планов Муни. Его как будто бы и не было. А между тем он был и в нем жили люди. Консессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор. «Свет и воздух!» сказал Остап. Внезапно в темноте у самого локтя Ипполита Матвеевича кто-то засопел. «Не пугайтесь», заметил Остап, «это не в коридоре, это за стеной. Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука. Осторожнее, держитесь за меня, тут где-то должен быть несгораемый шкаф». Крик, который сейчас же издал воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут. «Что, больно?» осведомился Остап. «Это еще ничего, это физические мучения». Зато сколько здесь было моральных мучений, жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет, собственность студента Иванопола. Он купил его на сухаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны. По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти, в два оршина ширины каждой. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что кроме карандашей и ручек здесь были люди и примусы. — Ты дома, Коля? — тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери. В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели. — Дома? — ответили за дверью. — Опять к этому дураку гости с позаранку пришли? — зашептал женский голос из крайнего пенала слева. — Да дайте же человеку поспать! — буртнул пенал номер два. В третьем пенале радостно зашипели. — К Кольке из милиции пришли за вчерашнее стекло! В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались. Остап толкнул ногою дверь. Все фанерное сооружение затряслось и концессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа, при внешней своей невинности была ужасна. В комнате из мебели был только матрас в красную полоску, лежавший на четырех кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матраце с ногами. Но рядом сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми. Для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или еще хуже это жены и жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей ты и показывал ей рожки. Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались. Прекрасное утро, сударня, сказал Ипполит Матвеевич. Голубоглазая сударня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале. Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Ну, вы поймите, это же глупо, мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу? Слушайте. И Колина жена, постигшая все тайны примуса, громко сказала «Звери вы дураки!» За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев. Видите, они ничего не слышат. Звери дураки, болваны и психопаты. Видите? «Да», сказал Ипполит Матвеевич. «А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей поженились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо, а там котлеты из лапши. Ну, только вы, пожалуйста, ничего не говорите, Коле». В это время вернулся Коля со стапом. «Ну, что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею». «Верно, ребята», закричал Коля, «идите к Иванополу, это свой парень». «Приходите к нам в гости», сказала Колина жена, «Мы с мужем будем очень рады». «Опять в гости зовут, мало им гостей, а вы дураки, болваны и психопаты, не ваше дело», сказала Колина жена, не повышая голоса. «Ты слышишь, Иван Андреевич?» заволновались в крайнем пенале. «Твою жену оскорбляют, а ты молчишь». Подали свой голос невидимые комментаторы и из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась, компаньоны ушли вниз к Иванополу. Студента не было дома, Ипполит Матвеевич зажег спичку, на дверях висела записка «Буду не раньше девяти часов, Остап. Я знаю, где ключ». Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь. Комната студента Иванопола была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраца. «Отлично устроимся», сказал Остап. «Приличная кубатура для Москвы. Если мы уряжемся все втроем на полу, то даже останется немного места». «Апантелей, сукин сын, куда же он девал матрац, интересно знать». Окно выходило в переулок, там ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик, слышались короткие возгласы. «Аут», сказал Остап, «класс игры невысокий, однако давайте отдыхать». Консессионеры разослали на полу газеты, и Полит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой. Остап повалился на телеграммы и уснул, и Полит Матвеевич спал уже давно. Глава семнадцатая Уважайте матрацы, граждане. Лиза, пойдем обедать. Мне не хочется, я вчера уже обедала. Я тебя не понимаю. Не пойду я есть фальшивого зайца. Ну и глупо. Я не могу питаться вегетарианскими сосисками. Сегодня будешь есть шарлотку. Мне что-то не хочется. Говори тише, все слышно. И молодые супруги перешли на драматический шепот. Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он. Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию? закричал Коля в горячности, не учтя подслушивающих соседей. Да говори «Тише!» громко закричала Лиза. «И потом ты ко мне плохо относишься. Да, я люблю мясо. Иногда. Ну, что же тут дурного?» Коля изумленно замолчал. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраца, на котором свернувшись в узелок сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления. Копирование на кальку в чертежном бюро техносила давало Коле Калачеву даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. Десять рублей уходило на обучение Лизы, кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих, одно первое борщ монастырский и одно второе фальшивый заяц или настоящая лапша, съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой не укради, вырывал из бюджета супругов тринадцать рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. Куда идут деньги? задумывался он, вытягивая Рисфедором на небесного цвета кальке длинную и тонкую линию. При таких условиях переход на мясо едение означал бы гибель. Поэтому Коля пылко заговорил. Подумай только, пожирать трупы убитых животных, людоедство под маской культуры. Все болезни происходят от мяса. Конечно, застенчивой иронией сказала Лиза. Например, ангина. Да, 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 и ангина. А что ты думаешь, организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции? Как это глупо. Не это глупо. Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов. Коля вдруг замолчал, все больше и больше, заслоняя фон из пресных и вялых лапшевников, каши, картофельной чепухи, перед Колиным внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она, как видно, только что соскочила со сковороды, она еще шипела, булькала и выпускала пряный дым. Кость из котлеты торчала, как дуэльный пистолет. — Ведь ты пойми, закричал Коля, какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни. — Пусть отнимает, сказала Лиза, фальшивый заяц отнимает полгода. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что умираю, только я не хотела тебе говорить. — А почему же ты не хотела мне говорить? У меня не было сил, я боялась заплакать. — А теперь ты не боишься. — Теперь мне уже все равно. Лиза всплакнула. — Ев Толстой, сказал Коля дрожащим голосом, тоже не ел мясо. — Да, ответила Лиза и Кая от слез. Граф ел спаржу. — Спаржа не мясо. А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо, ел, ел, ел. И когда Анну Каренину писал «Лопал, лопал, лопал». — Да замолчи. Лопал, лопал, лопал. — А когда Крейцерову сонату писал, тогда тоже лопал? — Ядовито спросил Коля. — Крейцерову сонату маленькое. Попробовал бы он написать «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках. — Что ты наконец прицепилась ко мне со своим толстым? — Я к тебе прицепилась с толстым? Я к вам прицепилась с толстым? Коля тоже перешел на «вы». В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязаную шапочку. — Куда ты идешь? — Оставь меня в покое. Иду по делу. И Лиза убежала. — Куда она могла пойти? — подумал Коля. Он прислушался. — Много воли дано вашей сестре при советской власти, сказали в крайнем слева пенале. — Утопится, решили в третьем пенале. Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями. Лиза взволнованно бежала по улицам. Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по Арбату с рынка матрацы. Молодожены и советские середняки главные покупатели пружинных матрацев. Они везут их стаймя и обнимают обеими руками. Да и как им не обнимать голубую в лоснящихся цветочках основу своего счастья. Граждане, уважайте пружинный матрац в голубых цветочках. Это семейный очаг альфа и омега меблировки, общая и целая домашнего уюта, любовная база отец примуса. Как сладко спать под демократический звон его пружин, какие чудесные сны видит человек, засыпающий на его голубой дерюге, каким уважением пользуется каждый матрац и владелец. Человек, лишенный матраца, жалок, он не существует, он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не дают ему взаймы денег до среды, шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним, они не любят идеалистов. Человек, лишенный матраца, большей частью пишет стихи. Под мягкий звон часов буре приятно отдыхать в качалке, снежинки вьются на дворе и, как мечты, летают галки. Творит он за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матрац и владельцев, пришедших отправлять телеграммы. Матрац ломает жизнь человеческую, в его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих пор неисследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходят финагент и девушки. Они хотят дружить с матрац и владельцами. Финагент делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки бескорыстно повинуясь законам природы. Начинается цветение молодости. Финагент, собравший налог, как пчела собирает весеннюю взятку, с радостным гулом улетает в свой участковый улей, а отхлынувших девушек заменяет жена и примус ювель номер один. Матрац ненасытен, он требует жертвоприношений, по ночам он издает звон падающего меча, ему нужна этажерка, ему нужен стол на глупых тумбах. лязгая пружинами, он требует занавеси, портьер и кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему пойди купи рубель и скалку. Мне стыдно за тебя, человек, у тебя до сих пор нет ковра. Работай, я скоро принесу тебе детей, тебе нужны деньги на пеленки и колясочку. Матрац все помнит и все делает по-своему. Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с рынка матрац, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху. Я сломлю твое упорство, поэт, говорит матрац, тебе уже не надо будет бегать на телеграф писать стихи, да и вообще стоит ли их писать, служи, и сальдо будет всегда в твою пользу, подумай о жене и детях. У меня нет жены, кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя. Она будет, и я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю, даже будет ли она добра. Приготовься ко всему, у тебя родятся дети. Но я не люблю детей, ты полюбишь их. Вы пугаете меня, гражданин матрац. Молчи, дурак, ты не знаешь всего, ты еще возьмешь в мост древе кредит на мебель. Я убью тебя, матрац, щенок, если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в дома управления. Так каждое воскресенье под радостный звон матрацов циркулируют по Москве счастливцы. Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье. Воскресенье музейный день. Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, зависливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено и беспрерывно бормочут. Эх, жили же люди. Им не важно, что стены расписаны французом много уходит дров. Столовой, обшитой дубовой панелью, они не смотрят на замечательную резьбу. Их мучит одна мысль, что ел здесь бывший хозяин купец, и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне. В любом музее можно найти таких людей. В то время, как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мычит тоскуя. Эх, люди жили! Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Она думала о своей счастливой и бедной жизни. Вот, если бы был еще стол и два стула, было бы совсем хорошо. И примус в конце концов нужно завести, нужно как-то устроиться. Она пошла медленнее, потому что внезапно вспомнила о ссоре с Колей. Кроме того, ей очень хотелось есть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно. Это просто безобразие, сказала она вслух. Есть захотелось еще сильней. Хорошо же, хорошо, я сама знаю, что мне делать. И Лиза краснее купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она не была голодна, есть на улице показалось неудобным. Как никак, а она все-таки была матраса владелицей и тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка. Там, испытывая большое наслаждение, она принялась за бутерброд. Колбаса была обольстительна. Большая экскурсия вошла в подъезд. Проходя мимо стоявшей у стены Лизы, экскурсанты посматривали на нее. «Пусть видят!» решила озлобленная Лиза. Глава семнадцатая следы Титаника. Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской «Музей мебельного мастерства». Возвращаться домой было неудобно. Ити было не к кому. В карманчике лежало двадцать копеек, и Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Проверив наличность, Лиза вошла в вестибюль. Там она сразу наткнулась на человека в подержанной бороде, который, упершись тягостным взглядом в малахитовую колонну, цедил сквозь усы. Богато жили люди. Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх. В маленьких квадратных комнатах, с такими низкими потолками, что каждый входящий туда человек казался гигантом, Лиза бродила минут десять. Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой, мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно, что сесть за театральную площадь, причем большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняк, волокущих Аполлона на премьеру красного мака, показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилась Лизе, воспитываемой на морковке как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел. В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось. Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрацем в красную полоску. Выходило ничего себе. Она прочла на стене табличку с научным и идеологическим обоснованием павловского ампира и, огорчаясь тому, что у нее с Колей нет комнаты в этом дворце, вышла в неожиданный коридор. По левую руку от самого пола шли низенькие полукруглые окна. Сквозь них, под ногами, Лиза увидела огромный белый двухсветный зал с колоннами. В зале тоже стояла мебель и блуждали посетители. Лиза остановилась. Никогда еще она не видела зала у себя под ногами. Девясь и млея, она долго смотрела вниз. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые, Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик. Вот хорошо, сказала Лиза, будет не так скучно. Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов сорок. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, меблированную казалось только цветочными подушками. Она бежала мимо парчевых кресел итальянского возрождения, мимо голландских шкафов, мимо большой готической кровати с балдахином на черных витых колоннах. Человек на этой постели казался бы не больше ореха. Наконец Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины Второй в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луисес. Это и был большой двусветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником. Подходя, Лиза услышала звучный голос. Мебель в стиле шик-модерн, на это кажется не то, что нам нужно. Да, но здесь, очевидно, есть еще и другие залы. Нам необходимо систематически все осмотреть. Здравствуйте, сказала Лиза. Оба повернулись и сразу сморщились. Здравствуйте, товарищ Бендер, хорошо, что я вас нашла, а то одной скучно. Давайте смотреть все вместе. Консессионеры переглянулись, и Полит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков бриллиантовой мебели. Мы типичные провинциалы, сказал Бендер нетерпеливо, но как попали сюда вы, москвичка? Совершенно случайно, я поссорилась с Колей. Вот как, заметил Ипполит Матвеевич. Ну, покинем этот зал, сказал Остап. А я его еще не смотрела, он такой красивенький. Начинается, шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, и, обращаясь к Лизе, добавил, смотреть здесь совершенно нечего, упадочный стиль, эпоха Керенского. Тут где-то мне говорили, есть мебель мастера Гампса, сообщил Ипполит Матвеевич, туда, пожалуй, отправимся. Лиза согласилась и, взяв Воробьянинова под руку, он казался ей удивительно милым представителем науки, направилась к выходу. Несмотря на всю серьезность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ, Бендер, идя сзади парочки, игриво смеялся. Его осмешил предводитель Каманчий в роли кавалера. Лиза сильно стесняла консессионеров. В то время как они одним взглядом определяли, что в комнате нужной мебели нет и невольно влеклись в следующую, Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Она прочитывала вслух все печатные критики на мебель, отпускала острые замечания насчет посетителей и подолгу застаивалась у каждого экспоната. Невольно и совершенно незаметно для себя она приспосабливала введенную мебель к своей комнате и потребностям. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату в три квадратных сажени, то и тогда средневековая ложа не поместилась бы в комнате. Однако Лиза долго обхаживала кровать, обмеривала шажками ее подлинную площадь. Лизе было очень весело. Она не замечала кислых физиономий своих спутников, рыцарские характеры которых не позволяли им, сломя голову, броситься в комнату мастера Гампса. — Потерпим, шепнул Остап, мебель не уйдет. — А вы, предводитель, не жмите девочку, я ревную. Воробьянинов самодовольно улыбнулся. Залы тянулись медленно, им не было конца. Мебель Александровской эпохи была представлена многочисленными комплектами. Сравнительно небольшие ее размеры привели Лизу в восторг. — Смотрите, смотрите! — доверчиво кричала она, хватая Воробьянинова за рукав. — Видите это бюро? Оно чудно подошло бы к нашей комнате, правда? — Прелестная мебель, гневно сказал Остап. — Упадочная только. — А здесь я уже была, сказала Лиза, входя в красную гостиную. — Здесь, я думаю, останавливаться не стоит. К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники замерли у дверей, как часовые. — Ну, что ж, вы встали? Пойдемте, я уже устала. — Подождите, сказал Ипполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки. — Одну минуточку. Большая комната была перегружена мебелью. Гампсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Их гнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы Ипполиту Матвеевичу. Остап испытующе смотрел на него. Ипполит Матвеевич стал красным. — Вы устали, барышня, сказал он Лизе. Присядьте-ка сюда и отдохните. А мы походим немного. Это, кажется, интересный зал. Лизу усадили. Концессионеры отошли к окну. — Они? спросил Остап. — Как будто они. Нужно более тщательно осмотреть. Все стулья тут. Сейчас я посчитаю. Подождите, подождите. Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул. — Позвольте, сказал он наконец, двадцать стульев. Этого не может быть. Их ведь должно быть всего десять. — А вы присмотритесь хорошенько. Может быть, это не те стулья? Они стали ходить между стульями. — Ну, торопил Остап, спинка как будто не такая, как у моих. — Значит, не те. — Не те. — Напрасно я с вами связался, кажется. Ипполит Матвеевич был совершенно подавлен. — Ладно, сказал Остап, заседание продолжается, стул не иголка, найдется. дайте ордера суда. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и сидите, я сейчас приду. — Отчего это вы такой грустный? — говорила Лиза. — Вы устали? Ипполит Матвеевич отделывался молчанием. — У вас голова болит? — Да, немножко. Заботы, знаете ли. Отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе. Лиза сперва удивилась, а потом, посмотрев на своего бритоголового собеседника, и на самом деле его пожалела. Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Пенсне не скрывала резко обозначившихся мешочков. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного ЗАГСа к неудобному и хлопотливому быту охотника за бриллиантами и авантюриста даром не прошел. Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень. Под суровым надзором Бендера Ипполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой Калачевой, ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях, но он не посмел этого сделать. — Да, — сказал он, нежно глядя на собеседницу, — Такие дела. Как же вы поживаете, Елизавета? — Петровна, а вас как зовут? Обменялись именами-отчествами. — Сказка любви, дорогой, — подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в простенькое лицо Лизы. Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе. Что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо заговорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров пить Редереры с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. О чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает ни о Редерерах, ни о дамских оркестрах, и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра. А быть увлекательным так хотелось, и Ипполит Матвеевич обольщал Лизу рассказами о Париже. «Вы научный работник?» спросила Лиза. «Да, некоторым образом», ответил Ипполит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он вновь приобрел несвойственное ему в последние годы нахальство. «А сколько вам лет? Простите за нескромность». «К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет никакого отношения». Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена. «Ну, все-таки тридцать, сорок, пятьдесят». «Почти, тридцать восемь». «Ого, вы выглядите значительно моложе». Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым. «Когда вы доставите мне счастье увидеться с вами снова». спросил Ипполит Матвеевич в нос. Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затасковала. «Куда этот товарищ Бендер запропастился?» сказала она тоненьким голосом. «Так когда же?» спросил Воробьянинов нетерпеливо. «Когда и где мы увидимся?» «Ну, я не знаю. Когда хотите». «Сегодня можно?» «Сегодня». «Умоляю вас». «Ну, хорошо, пусть сегодня. Заходите к нам». «Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Знаете, стихи «Это май баловник, это май чародей веет свежим своим апохалом». «Это жаровые стихи». «Да, кажется. Так сегодня где же?» «Какой вы странный. Где хотите? Хотите у несгораемого шкафа. Знаете, когда стемнеет». Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал весьма торжественно в три разделения, как вернулся Остап. Остап был очень деловит. «Простите, мадемуазель», сказал он быстро. «Но мы с приятелем не можем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место». У Ипполита Матвеевича захватило дыхание. «До свидания, Елизавета Петровна», сказал он поспешно. «Простите, простите, простите, но мы страшно спешим». И компаньоны убежали, оставив удивленную Лизу в комнате, обильно обставленной гамсовской мебелью. «Если бы не я», сказал Остап, когда они спускались по лестнице, «ничерта бы не вышла. Молитесь на меня, молитесь, молитесь, не бойтесь, голова не отвалится. Слушайте, ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены такой ситуацией?» «Что за издевательство?» воскликнул Воробьянинов, начавший было освобождаться из-под иго могучего интеллекта «Молчание», холодно сказал Остап, «вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим вашу мебель, кончено, никогда нам ее не видеть. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой». «Ну и что же?» закричал Иполит Матвеевич. «Что же сказал вам заведующий?» «Сказал все, что надо, не волнуйтесь». «Скажите», спросил я его, «чем объяснить, что направленная вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличности?» «Ну, спросил я это, конечно, любезно, в товарищеском порядке». «Какая это мебель?» спрашивает он. «У меня в музее таких фактов не наблюдается». Я ему сразу ордера подсунул. Он полез в книги, искал полчаса и, наконец, возвращается. «Ну, как вы себе представляете, где эта мебель?» «Оданно!» пискнул Воробьянинов. «Представьте себе, нет, представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее свалили в склад. И только вчера, заметьте себе, вчера, через семь лет, она лежала на складе семь лет, она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион главнауки. И если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша. «Вы удовлетворены?» «Скорее!» закричал Ипполит Матвеевич. «Извозчик!» завопил Остап. Они сели, не торгуясь. «Молитесь на меня, молитесь, не бойтесь, гофмаршал. Вино, женщины и карты нам обеспечены. Тогда рассчитаемся из-за голубой жилет». В пассаж на Петровке, где помещается аукционный зал, концессионеры вбежали бодрые, как жеребцы. В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все десять стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела, не выгорела, не попортилась. Стулья были свежие и чистые, как будто только что вышли из-под надзора озорочительной Клавдии Ивановны. — Они? — спросил Остап. — Боже, боже, — твердил Ипполит Матвеевич. Они, они, они самые, на этот раз, сомнений никаких. — Ну, на всякий случай проверим, — сказал Остап, стараясь быть спокойным. Он подошел к продавцу. — Скажите, любезный, эти стулья окажутся из мебельного музея? — Эти? Эти, да. — А они продаются? — Продаются. — А какая цена? — Цены еще нет, они у нас идут с аукциона. — Ага, сегодня? — Нет, сегодня торг уже кончился, завтра с пяти часов. — А сейчас они не продаются? — Нет, завтра с пяти часов. Так сразу же уйти от стульев было невозможно. — Разрешите, пролепетал Ипполит Матвеевич, осмотреть можно? Консессионеры долго рассматривали стулья, садились на них, смотрели для приличия и другие вещи. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем. — Молитесь на меня, шептал Остап, молитесь, предводитель. Ипполит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет. — Завтра, — говорил он, завтра, завтра, ему хотелось петь. Глава девятнадцатая Баллотировка по-европейски В то время как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, посещали музеи и делали авансы девушкам в Старгороде, на улице Плеханова двойная вдова Грицацуева, женщина толстая и слабая, совещалась и конспирировала со своими соседками. Все скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже разглядывали ее на свет. Но водяных знаков на ней не было, а если бы они и были, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными. Прошло три дня, горизонт оставался чистым. Ни Бендер, ни чайная ситечка, ни дутый браслетик, ни стул не возвращались. Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом. Тогда вдова приняла радикальные меры. Она пошла в контору Старгородской правды, и там ей живо состряпали объявления. Умоляю лиц, знающих место пребывания, ушел из дому товарищ Бендер лет двадцати-тридцати, одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет, брюнет. Указавш, прошу сообщ заприличен вознагражд. Улица Плеханова, пятнадцать, Грицацуевой. Это ваш сын, участливо осведомились в конторе. Муж он мне, ответила страдалица, закрывая лицо платком. Ах, муж! Законный, а что? Да ничего, вы бы в милицию все-таки обратились. Вдова испугалась, милиции она страшилась. Провожаемая странными взглядами, вдова ушла. Троекратно прозвучал призыв со страниц старгородской правды. Но молчала великая страна. Не нашлось лиц, знающих место пребывания брюнета в желтых ботинках. Никто не являлся за приличным вознаграждением. Соседки судачили. Чело вдовы омрачалось с каждым днем все больше. И странное дело, муж мелькнул, как ракета, утащив с собою в черное небо хороший стул и семейная ситечка, а вдова все любила его. Кто может понять сердце женщины, особенно вдовой? К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него безбоязненно. Кондуктора кричали свежими голосами «Местов нет!» И все шло так, как будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красно Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми и Виктор Михаилович Полесов садились в вагоны с передней площадки. На крик «Получите билеты!» Полесов важно говорил «Годовой!» и оставался рядом с вагоном вожатым. Годового билета у него не было и быть не могло. Пребывание Воробьяниного и Великого Комбинатора оставило в городе глубокий след. Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Однако, вспоминая могучие плечи Остапа, Полесов крепился. Душу он отводил только в разговорах с гадалкой. «Как вы думаете, Елена Станиславовна?» говорил он. «Чем объяснить отсутствие наших руководителей?» Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало, но она не имела никаких сведений. «А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, продолжал неугомонный слесарь, что они выполняют сейчас особое задание?» Гадалка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался видно и попугай в красных подштаниках. Он смотрел на Полесова своим круглым разумным глазом, как бы говоря, «Дай, семечек, я тебе сейчас все расскажу. Виктор, ты будешь губернатором, тебе будут подчинены все смесаря, а дворник дома номер пять, так и останется дворником, возомнившим о себе хамом!» «А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак нельзя сидеть сложа руки?» Гадалка согласилась и заметила. «А ведь Ипполит Матвеевич герой...» «Герой, Елена Станиславовна, ясно, а этот боевой офицер с ним, деловой человек. Как хотите, Елена Станиславовна, а дело так стоять не может, решительно не может». И Полесов начал действовать. Он наносил регулярные визиты всем членам тайного общества Меча и Орала, особенно допекая осторожного владельца одесской бубличной артели Московские баранки гражданина Кислярского. При виде Полесова Кислярский чернел, а слова о необходимости действовать доводили бы изливого бараночника до умы иступления. К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем. Полесов кипел. «Ты, Виктор, не болбачи», говорил ему рассудительный дядьев. «Чего ты целыми днями по городу носишься?» «Надо действовать», кричал Полесов. «Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как себе все это представляю. Раз Ипполит Матвеевич сказал, дело святое, и, надо полагать, ждать там осталось недолго. Как это все будет происходить, нам и знать не надо, на то военные люди есть, а мы часть гражданская, представители городской интеллигенции и купечества. Нам что важно, быть готовыми. Есть у нас что-нибудь? Центр у нас есть? Нету. Кто станет во главе города? Никого нет. А это, господа, самое главное. Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый признак. Все переменится, господа, и очень быстро, уверяю вас. Ну, в этом мы и не сомневаемся, сказал Чарушников, надуваясь. И прекрасно, что не сомневаетесь. Как ваше мнение, господин Кислярский? И ваши молодые люди? Никеша и Владя всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский, понявший со слов главы торговой фирмы Быстроупак, что ему не придется принимать непосредственного участия в вооруженных столкновениях, обрадованно поддакнул. Что же нам сейчас делать? Нетерпеливо спросил Виктор Михайлович. Погодите, сказал Дядьев, берите пример со спутника господина Воробьянинова. Какая ловкость, какая осторожность. Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям. Итак, господа, наметим кандидатуры. Ипполита Матвеевича Воробьянинова мы предлагаем в предваритель дворянство, воскликнули молодые люди Никеша и Владя. Чарушников снисходительно закашлялся. Куда там, он не меньше, чем министром будет, а то и выше подымай, в диктаторы. Да что вы, господа, сказал дядьев, предводитель дело десятое. О губернаторе нам надо подумать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. Я думаю, господина дядьева, восторженно закричал Полесов, кому еще взять бразды над всей губернией? Ну, я очень польщен доверием, начал дядьев, но тут выступил внезапно покрасневший чарушников. Это вопрос, господа, сказал он с надсадой в голосе, следовало бы провентилировать. На дядьева он старался не смотреть. Владелец быстро упака гордо рассматривал свои сапоги, на которые налипли деревянные стружки. Я не возражаю, вымолвил он. Давайте пробаллотируем. Закрытым голосованием или открытым? Нам по-советскому не надо, обиженно сказал чарушников. Давайте голосовать по-честному, по-европейски, закрыто. Голосовали бумажками. За дядьева было подано четыре записки, за чарушникова две. Кто-то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношения с будущим губернатором, кто бы он ни был. Когда трепещущий Полесов огласил результаты честной европейской баллотировки, в комнате воцарилось тягостное молчание. На чарушникова старались не смотреть. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплеванный. Елене Станиславовне было очень его жалко. Это она голосовала за него. Другой голос чарушников, искушенный в избирательных делах, подал за себя сам. Добра Елена Станиславовна тут же сказала. Городским головой я предлагаю выбрать все-таки мосье чарушникова. Ну, почему же все-таки, проговорил великодушный губернатор. Не все-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина чарушникова нам хорошо известна. Просим, просим, закричали все. Так считать избрание утвержденным? Оплеванный чарушников ожил и даже запротестовал. Нет, нет, господа, я прошу пробаллотировать. Городского голову даже скорее нужно баллотировать, чем губернатора. Если уж, господа, вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас пробаллотируйте. В пустую сахарницу посыпались бумажки. — Шесть голосов «За», сказал Полесов, и один воздержался. — Поздравляю вас, господин голова, сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз. — Поздравляю вас, чарушников расцвел. — Остается освежиться, ваше превосходительство, сказал он дядьеву. — Слетай к Полесов в октябрь. Деньги есть? Полесов сделал рукой таинственный жест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином. Попечителем учебного округа наметили бывшего директора дворянской гимназии, ныне букиниста Распопова. Его очень хвалили. Только Владя, выпивший три рюмки водки, вдруг запротестовал. Его нельзя выбирать. Он мне на выпускном экзамене двойку по логике поставил. На Владю набросились. В такой решительный час закричали ему нельзя помышлять о собственном благе. Подумайте об отечестве. Владю так быстро сагитировали, что даже он сам голосовал за своего мучителя. Распопов был избран всеми голосами при одном воздержавшемся. Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета. Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался. Перебирая знакомых и родственников, выбрали полицмейстера, заведующего пробирной палатой, акцизного, податного и фабричного инспектора, заполнили вакансии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов суда, наметили председателей земской и купеческой управы, попечительство о детях и, наконец, мещанской управы. Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ капля молока и белый цветок. Никешу и Владю назначили за их молодостью чиновниками для особых поручений при губернаторе. — Позвольте, — воскликнул друг Чарушников, — губернатору целых два чиновника, а мне? — Городскому голове, мягко сказал губернатор, чиновников для особых поручений не полагается по штату. — Ну, тогда секретаря. Дядев согласился. Оживилась и Елена Станиславовна. — Нельзя ли, сказала она рабея, тут у меня есть один молодой человек, очень милый и воспитанный мальчик, сын мадам Черкесовой, очень, очень милый, очень способный, он безработный сейчас, на бирже труда состоит, у него есть даже билет, его обещали на днях устроить в Союз, не сможете ли вы взять его к себе, мать будет очень благодарна. — Пожалуй, можно будет, милостиво сказал Черушников. — Как вы смотрите на это, господа? — Ладно, в общем, я думаю, удастся. — Ну, что ж, заметил Дядьев, кажется, в общих чертах все, все как будто. — А я? — раздался вдруг тонкий волнующийся голос. Все обернулись. В углу, возле попугая, стоял в конец расстроенный Полесов. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что пьют водку Полесова, и что он вообще один из главных организаторов Старгородского отделения Меча и Орала. Елена Станиславовна схватилась за виски и испуганно вскрикнула. — Виктор Михайлович, застонали все, голубчик, милый, ну, как вам не стыдно, ну, чего вы встали там в углу, идите сюда сейчас же. Полесов приблизился. Он страдал, он не ждал от товарищей по мечу и оралу такой черствости. Елена Станиславовна не вытерпела. — Господа, сказала она, это ужасно. Как мы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича? Она поднялась и поцеловала слесаря аристократа в закопченный лоб. — Неужели же, господа, Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или плитсмейстером? — Виктор Михайлович, спросил губернатор, — Хотите быть попечителем? — Ну, конечно же, он будет прекрасным гуманным попечителем, поддержал городской голова, глотая грибок и морщись. — А Распопов? — обидчиво протянул Виктор Михайлович. — Вы же уже назначили Распопова. — Да, в самом деле, куда девать Распопова? — В брандмейстеры, что ли? — В брандмейстеры, заволновался вдруг Виктор Михайлович. Перед ним мгновенно возникли пожарные колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дробь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась и вороные драконы вынесли его на пожар городского театра. — Брандмейстером, я хочу быть брандмейстером. — Ну, вот и отлично. Поздравляю вас, отныне вы брондмейстер. — За процветание пожарной дружины, — иронически сказал председатель биржевого комитета. На Кислярского набросились все. — Вы всегда были левым, знаем вас. — Господа, какой же я левый? — Знаем, знаем. — Левый. — Все евреи левые. — Ну, ей-богу, господа, я этих шуток не понимаю. — Левый, левый, не скрывайте, ночью спит и видит во сне Милюкова. — Кадет, кадет. — Кадеты Финляндию продали, — замычал вдруг Чарушников. — У японцев деньги брали, армяшек разводили. Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазками, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал, — Я всегда был октябристом и останусь им. Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует. — Прежде всего, господа, демократия, сказал Чарушников, наше городское самоуправление должно быть демократичным, но без детишек. Они нам довольно нагадили в семнадцатом году. — Надеюсь, — ядовито заинтересовался губернатор, — среди нас нет так называемых социал-демократов. Левее октябристов, которых на заседании представлял Кислярский, не было никого. Чарушников объявил себя центром. На крайнем правом фланге стоял бронтмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, к какой партии принадлежит. Заговорили о войне. — Не сегодня, завтра, — сказал Дядьев. — Будет война, будет. — Советую запастись кое-чем, пока не поздно. — Вы думаете, — встревожился Кислярский, — А вы как полагаете? Вы думаете, что во время войны можно будет что-нибудь достать? Сейчас же мука с рынка долой. Серебряные монетки как сквозь землю, бумажечки пойдут всякие почтовые марки, имеющие хождение наравне и всяка такая штука. — Война дело решенное. — Вы как знаете, сказал Дядьев, а я все свободные средства бросаю на закупку предметов первой необходимости. — А ваши дела с мануфактурой? — Мануфактура само собой, а мука и сахар своим порядком. Так что советую и вам, советую настоятельно. Полесов усмехнулся. — Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них, ну, как вы думаете, сколько аэропланов? — Ну, штук двести. — Двести? Не двести, а тридцать два. А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов. — Да, довели большевики до ручки. Разошлись за полночь. Губернатор пошел провожать городского голову. Оба шли преувеличенно ровно. — Губернатор, говорил Чарушников, какой же ты губернатор, когда ты не генерал? — А я штатским генералом буду. А тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня. — Меня нельзя посадить, я баллотированный, облеченный доверием. — Забаллотированного двух небаллотированных дают. — Попрошу со мной не острить, — закричал друг Чарушников на всю улицу. — Что ж ты дурак кричишь? — спросил губернатор. — Хочешь в милиции ночевать? — Мне нельзя в милиции ночевать, — ответил городской голова. — Я советский служащий. Сияла звезда. Ночь была волшебна. На второй советской продолжался спор губернатора с городским головой. Глава двадцатая от Севилья до Гренады. Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженный священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на виноградную улицу в дом номер тридцать четыре к гражданину Брунсу. Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, дежурищего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа? Исчез отец Федор, завертела его нелегкая. Говорят, что видели его на станции Попасная Донецких дорог. Бежал он по перрону в припрыжку с чайником кипятку. Взалкал отец Федор, захотелось ему богатство, понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет. Едет отец по России, только письма жене пишет. Письмо отца Федора, написанное им в Харькове на вокзале своей жене в уездный город Н. Голубушка моя, Катерина Александровна, весьма перед тобою виноват. Бросил тебя бедную одну в такое время. Должен тебе все рассказать, ты меня поймешь и, можно надеяться, согласишься. Ни в какие живо-церковцы я, конечно, не пошел и идти не думал, и, Боже, меня от этого упаси. Теперь читай внимательно. Мы скоро заживем иначе. Упомнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас и еще кое-что может быть будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу. Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете, никому даже Марье Ивановне не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, воробьяниновскую тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в ее доме в Старгороде в одном из гостиных стульев, а их всего двенадцать, запрятаны ее бриллианты. Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти бриллианты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя. Вот почему я тебя бедную бросил так неожиданно. Ты уж меня не виновать. Приехал я в Старгород и, представь себе, этот старый женолюб тоже там учутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал. Ужасный человек. И с ним ездит какой-то уголовный преступник. Нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились, жить со свету хотели. Да я не такой, мне пальца в рот не клади. Не дался. Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в Воробьяниновском доме, а там ныне богоугодное заведение. Несу я мою мебель к себе в номера Сорбона, и вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев, набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло, о, срамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю в Воробьянинов, побрился, представь себе, и голову уголил аферист, позорится на старости лет. Разломали мы стул, ничего там и нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал, а в то время очень огорчался. Стало мне обидно, и я этому развратнику всю правду в лицо выложил. Какой, говорю, срам на старости лет, какая, говорю, дикость в России теперь настала, чтобы предводитель дворянства на священнослужителя Аки Лев бросался и за беспартийность упрекал. Вы, говорю, низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которая теперь государственная, а не его. Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом должно быть. А я пошел к себе в номера Сорбона и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло. Я решил нанять человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался, пошло на пользу. Нашел я этого человека, на другой же день нашел. Варфоломеич очень порядочный старичок, живет себе со старухой бабушкой, тяжелым трудом хлеб добывает. Он мне все документы дал. Пришлось, правда, вознаградить за такую услугу. Остался без денег, но об этом после. Оказалось, что все двенадцать гостинных стульев из Воробьяниновского дома попали к инженеру Брунсу на Виноградную улицу, дом номер 34. Заметь, что все стулья попали к одному человеку, чего я никак не ожидал, боялся, что стулья попадут в разные места. Я очень этому обрадовался. Тут как раз в Сорбоне я снова встретился с мерзавцем Воробьяниновым. Я хорошенько отчитал его, и его друга-бандита не пожалел. Я очень боялся, что они проведают мой секрет, и затаился в гостинице до тех пор, покуда они не съехали. А Брунс оказывается, из Старгорода выехал в 1923 году в Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведал, что он увез с собою всю мебель и очень ее сохраняет. Человек, он, говорят, степенный. Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю. А во-вторых, Брунса здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунс служит теперь в Ростове, в Новоросс цементе, как я узнал. Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через час товара пассажирским. А ты, моя добрая, зайди, пожалуйста, к зятю, возьми у него пятьдесят рублей. Он мне должен и обещался отдать. И вышли в Ростов. Главный почтант до востребования Федору Иоанновичу Вострикову. Перевод в видах экономии пошли почтой. Будет стоить тридцать копеек. Что у нас слышно в городе? Что нового? Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи, что скоро вернусь. Мол, к умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли еще Евстигнеев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тетке уехал. Как погода. Здесь в Харькове совсем лето. Город шумный. Центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал. Сделай. Первое. Мою летнюю рясу в чистку отдай. Лучше три рубля за чистку отдать, чем на новую тратиться. Второе. Здоровье береги. Третье. Когда гуленьки будешь писать, упомяни невзначай, что я к тетке уехал в Воронеж. Кланяйся всем от меня. Скажи, что скоро приеду. Нежно целую, обнимаю и благословляю. Твой муж Федя. Нота бене. Где-то теперь рыщет воробьянинов. Любовь сушит человека, бык мычит от страсти, петух не находит себе места, предводитель дворянства теряет аппетит. Бросив Остапа и студента Иванопола в трактире, Ипполит Матвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум отходящих в кастилью поездов и плеск отплывающих пароходов. Сердце шаталось как маятник, в ушах тикало, тревога носилась по коридору, ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа. В пеналах стонали граммофоны, раздавался пчелиный гул примусов. Словом, Ипполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Качалову. Многие люди проходили по коридору мимо Ипполита Матвеевича, но от них пахло табаком или водкой, или аптекой, или суточными щами. Во мраке коридора людей можно было различать только по запаху или по тяжести шагов. Лиза не проходила. В этом Ипполит Матвеевич был уверен. Она не курила, не пила водки и не носила сапог, подбитых железными дольками. Йодом или головизной пахнуть от нее не могло. От нее мог произойти только нежнейший запах рисовой кашицы или вкусно изготовленного сена, которым госпожа Нордман Северова так долго кормила знаменитого художника Илью Репина. Но вот послышались легкие неуверенные шаги. Кто-то шел по коридору, натыкаясь на его эластичные стены и сладко бормоча. — Это вы, Елизавета Петровна? — спросил Ипполит Матвеевич зефирным голоском. В ответ пробасили. — Скажите, пожалуйста, где здесь живут все феркорны? Тут в темноте ни черта не разберешь. Ипполит Матвеевич испуганно замолчал. Искатель феркорнов недоуменно подождал ответа и, не дождавшись его, пополз дальше. Только к девяти часам пришла Лиза. Они вышли на улицу под карамельно-зеленое вечернее небо. — Где же мы будем гулять? — спросила Лиза. Ипполит Матвеевич не такой. Сейчас во всем скаридность чувствуется. А мы в свое время денег не жалели. В жизни живем мы только раз. Есть такая песенка. Лиза прошли прошли весь Причистинский бульвар и вышли на набережную к храму Христа Спасителя. За Москворецким мостом тянулись черно-бурые лисьи хвосты. Электрические станции Магеса дымили, как эскадра. Трамваи перекатывались через мосты. По реке шли лодки. Грустно повествовала гармоника. Ухватившись за руку Ипполита Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях, про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей бывших химиков и об однообразии вегетарианского стола. Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны проснулись в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить. Пойдемте в театр, предложил Ипполит Матвеевич. Лучше в кино, сказала Лиза. В кино дешевле. О, при чем тут деньги? Такая ночь, и вдруг какие-то деньги. Совершенно разошедшиеся демоны, не торгуясь, посадили парочку на извозчика и повезли в кино арс. Ипполит Матвеевич был великолепен. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца сеанса не дотерпели. Лиза привыкла сидеть на дешевых местах вблизи и плохо видела из дорогого 34-го ряда. В кармане Ипполита Матвеевича лежала половина суммы, полученной концессионерами от старгородских заговорщиков. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, взволнованный возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу широтою размаха. Для этого он считал себя великолепно подготовленным. Он с гордостью вспомнил, как легко покорил когда-то сердце прекрасной Елены Боур. Привычка тратить деньги легко и помпезно была ему присуща. Воспитанностью и умением вести разговор с любой дамой он славился в Старгороде. Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки, которая ничего еще толком не видела и не знала. После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу в Прагу, образцовую столовую МСПО. «Лучшее место в Москве», как говорил ему Бендер. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно, она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совершенно неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой. Оба смутились и замерли на виду у всей довольно разношерстной публики. «Пройдемте туда, в угол», предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурные попури из Боэдерки, были свободные столики. Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне. Никто не подошел к столу. Этого Ипполит Матвеевич не ожидал. И он, вместо того, чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. Лиза с любопытством смотрела по сторонам. Молчание становилось неестественным. Но Ипполит Матвеевич не мог вымолвить ни слова. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях. — Будьте добры, — взывал он к пролетавшим мимо работникам Нарпита. — Сью, минуточку, — кричали официанты на ходу. Наконец, карточка была принесена, Ипполит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее. — Однако, — пробормотал он, — телячьи котлеты два двадцать пять, филе два двадцать пять, водка пять рублей. — За пять рублей большой графинс, сообщил официант, не терпеливо оглядываясь. — Что со мной, — ужасался Ипполит Матвеевич? — Я становлюсь смешон. — Вот, пожалуйста, — сказал он Лизе с запоздалой вежливостью, — не угодно ли выбрать, что будете есть? Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника и понимала, что он делает что-то не то. — Я совсем не хочу есть, — сказала она дрогнувшим голосом. — Или вот что. Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского? Официант стал топтаться, как конь. — Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной? — Тогда вот что, — сказал Ипполит Матвеевич, решившись. — Дайте нам сосисок. — Ведь вы будете есть сосиски, Елизавета Петровна? — Буду. — Так вот, сосиски, вот эти, по рублю двадцать пять. — И бутылку водки. — В графинчике будет. — Ну, тогда большой графин. Работник Норпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами. — Водку чем будете закусывать? Икры свежие, семки, растягайчиков? Выполит Матвеевич и продолжал бушевать дело производитель ЗАГСа. — Не надо, с неприятной грубостью сказал он. — Почем у вас огурцы соленые? — Ну, хорошо, дайте два. Официант убежал, и за столиком снова выдворилось молчание. Первой заговорила Лиза. — Я здесь никогда не была, здесь очень мило. — Да, — протянул Ипполит Матвеевич, высчитывая стоимость заказанного. — Ничего, думал он, выпью водки, разойдусь, а то в самом деле неловко как-то. Но когда он выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила, натянутость не исчезла, а тут еще к столику подошел человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы. Ипполит Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно. На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях. — Ну вот, мы снова увиделись с вами, развязно сказал он в публику. Следующим номером нашей концертной программы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Мариной Роще Варвара Ивановна Гордлевская. Варвара Ивановна, пожалуйте. Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин. Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменившей певицу, известную в Мариной Роще, и запел «Уходите вы всюду, бродите, как будто ваш аппендицит, а отхожденье будет сыт, ходите, тарарара». Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел, и вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скаридными советскими бандитами, захлопал в такт ладошами и стал подпевать «Уходите, тарарара». Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли «дядей» и приваживали к себе на бокал пива. Но он не шел, он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно встал из-за стола. «Я пойду, а вы оставайтесь, я сама дойду». «Нет, зачем же, как доврянин не могу допустить, сеньор, счет, хамы». На счет Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле. «Девять рублей двадцать копеек?» бормотал он. «А может быть, вам еще ключ дать от квартиры, где деньги лежат?» Кончилось тем, что Ипполита Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва. В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась. «Слушайте, слушайте», говорила она, «слушайте». «Поедем в номера», убеждал Воробьянинов. Лиза с силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилась пенсне с золотой душкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилась. Лиза, захлебываясь слезами, побежала по Серебряному переулку к себе домой. Ослепленный Ипполит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича «Держи, вора!» Потом он долго плакал и еще плача купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной. Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он немузыкально кричал «Ходите вы всюду, бродите!» Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про бриллианты. «Веселый барин!» воскликнул извозчик. Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к одиннадцати утра он проснулся в отделении милиции. Из двухсот рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только двенадцать. Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову он чувствовал ему на деле свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти в оптику и вставить в оправу пенсне новые стекла. Остап долго, с удивлением рассматривал измочаренную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе. Глава двадцать первая Экзекуция Аукционный торг открывался в пять часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с четырех. Друзья явились в три и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом. Похоже на то, сказал Остап, что уже завтра мы сможем при наличии доброй воли купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз. Ипполит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить. От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках столетия и бородея, не спадавший на толстовку русского каверкота. Консессионеры заняли места в четвертом ряду справа. Ипполит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли сорок третьим номером, и в продажу поступала сначала обычная аукционная гиль и дичь, разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Питунина, бисерный иридикюль, совершенно новая горелка от примуса, бюстик Наполеона, полотняные бюстгальтеры, гобелен, охотник стреляющих диких уток и прочая галиматья. Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно, все стулья на лицо. Цель была близка, ее можно было достать рукой. А большой бы здесь начался переполох, подумал Остап, оглядывая аукционную публику, если б они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев. Фигура, изображающая правосудие, провозгласил аукционист, бронзовая в полном порядке, пять рублей, кто больше, шесть полтины справа в конце, восемь рублей в первом ряду прямо, восемь рублей прямо раз, восемь прямо два, восемь рублей прямо три, продано. Гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег. Стучал молоточек аукциониста, продавались пепельницы из дворца, стекло баккара, пудреница фарфоровая. Время тянулось мучительно. Бронзовый бюстик Александра Третьего может служить пресс-папье, больше кажется ни на что не годен. Идет с предложенной цены бюстик Александра Третьего. В публике засмеялись. Купите, предводитель, съязвил Остап. Вы, кажется, любите. Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и молчал. Нет желающих. Снимается с торга бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная только что купленной. Василий, покажите публике правосудие. Пять рублей. Кто больше? В первом ряду прямо послышалось сопение. Как видно, гражданину хотелось иметь правосудие в полном составе. Пять рублей правосудие бронзовое. Шесть, четко сказал гражданин. Шесть рублей прямо. Семь. Девять рублей в конце справа. Девять с полтиной, тихо сказал любитель правосудия, поднимая руку. С полтиной прямо раз, с полтиной прямо два, с полтиной прямо три, правосудие продано. Молоточек опустился, на гражданина из первого ряда налетела барышня. Он уплотил и поплелся в другую комнату получать свою бронзу. Десять стульев из дворца, сказал вдруг аукционист. Почему из дворца? Тихо ахнул Ипполит Матвеевич. Остап рассердился. Да идите вы к черту, слушайте и не рыпайтесь. Десять стульев из дворца, ореховые эпохи Александра Второго в полном порядке. Работы мебельной мастерской Гампса. Василий, подайте один стул под рефлектор. Василий так грубо потащил стул, что Ипполит Матвеевич привскочил. Да сядьте вы, идиот проклятый, навязался на мою голову, зашипел Остап. Сядьте, я вам говорю. У Ипполита Матвеевича заходила нижняя челюсть. Остап сделал стойку, глаза его посветлели. Десять стульев ореховых, восемьдесят рублей. Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен. Что ж вы не торгуетесь, набросился на него воробьянинов. Пшел вон, ответил Остап, стиснув зубы. Сто двадцать рублей, первый ряд, сто тридцать пять, сто сорок. Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов. Был разгар аукциона, свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья. Чудесное полукресло, дивная работа, Саня, из дворца же, и подняла руку. Сто сорок пять в пятом ряду справа, раз. Зал потух, слишком дорого. Сто сорок пять два. Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. Иполит Матвеевич сидел, опустив голову и вздрагивал. Сто сорок пять три. Но прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал двести. Все головы повернулись в сторону консессионеров. Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение. Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Остапа. Двести раз, сказал он, двести в четвертом ряду справа два. Нет больше желающих торговаться. Двести рублей гарнитур ореховый дворцовый из десяти предметов. Двести рублей три в четвертом ряду справа. Рука с молоточком повисла над кафедрой. Мама, сказал Ипполит Матвеевич громко. Остап розовый и спокойный улыбался. Молоточек упал, издавая небесный стук. Продано, сказал аукционист. Барышня в четвертом ряду справа. Ну, председатель, эффектно? спросил Остап. Что бы интересно знать, вы делали без технического руководителя? Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня. Вы купили стулья? Мы, воскликнул долго сдерживающийся Ипполит Матвеевич. Мы, мы, когда их можно будет взять? А когда хотите, хоть сейчас. Мотив «Ходите, вы всюду бродите» бешено запрыгал в голове Ипполита Матвеевича. «Наши стулья, наши, наши!» об этом кричал весь его организм. «Наши!» кричала печень. «Наши!» подтверждала слепая кишка. Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Он катил в Эдем. — А почему же двести тридцать, а не двести? — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию. — Включается пятнадцать процентов комиссионного сбора, — ответила барышня. — Ну что ж, что делать, берите. Остап вытащил бумажник, отсчитал двести рублей и повернулся к главному директору предприятия. — Гоните тридцать рублей, дорожайший, да поживее. Не видите, барышня ждет. — Ну? Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги. — Ну, что ж вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья. — У меня нет денег, пробормотал наконец Ипполит Матвеевич. — У кого нет? — спросил Остап очень тихо. — У меня. — А двести рублей? — Я потерял. Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами. — Давайте деньги, прошептал он с ненавистью. — Сторый сволочь! — Так вы будете платить? — спросила барышня. — На одну минуточку, сказал Остап чарующий, улыбаясь. Небольшая заминка. Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами. Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну ворвался в разговор. — Позвольте, завопил он. — Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти тридцать рублей. — Хорошо, сказала барышня кротко. Я сейчас все устрою. Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп. «По правилам аукционного торга», звонко заявил он, «лицо, отказывающееся уплатить полную сумму закупленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется». Изумленные друзья сидели неподвижно. «Попрошу попрошу вас», сказал аукционист. Эффект был велик, в публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал, таких ударов он не испытывал давно. «Попрошу вас», аукционист пел голосом, недопускающим возражений. Смех в зале усилился. И они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов, согнув прямые костистые плечи в укоротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый дружественный взгляд великого комбинатора. Концессионеры остановились в комнате соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжище только через стеклянную дверь. Путь туда был уже прегражден. Остап дружественно молчал. Возмутительные порядки, трусливо забормотал Иполит Матвеевич, формы на безобразие. В милиции на них нужно жалобаться. Остап молчал. Нет, ну, действительно, черт знает, что такое, продолжал горячиться Воробьянинов. Дерут с трудящихся в три дорога, ей-богу, за какие-то подержанные десять стульев двести тридцать рублей. С ума сойти. Да, деревянно сказал Остап. Правда, переспросил Воробьянинов. С ума сойти можно? Можно. Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, нанес предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар вбок. Вот тебе милиция, вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран, вот тебе ночные прогулки по девочкам, вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро. Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. А теперь пошел вон! Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся, ипполит Матвеевич все еще стоял позади, сложив руки по швам. А, вы еще здесь, душа общества? Пошел! Ну! Товарищ Бендер! взмолился Воробьянинов. Товарищ Бендер! Иди, иди! И к Каванополу не приходи, выгоню! Товарищ Бендер! Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приоткрыл дверь и стал прислушиваться. Все пропало, пробормотал он. Что пропало? угодливо спросил Воробьянинов. Стулья отдельно продают, вот что. Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста, я вас не держу. Только сомневаюсь, чтобы вас пустили. Да и денег у вас кажется не густо. В это время в аукционном зале происходило следующее. Аукционист, почувствовавшись, что выколотить из публики 200 рублей сразу не удастся, слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале, решил получить эти 200 рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям. Четыре стула из дворца, ореховые, мягкие, работы Гампса, 30 рублей, кто больше? Костапу быстро вернулись вся его решительность и хладнокровие. Но вы, дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Я через пять минут приду. А вы тут смотрите, кто и что, чтоб ни один стул не ушел. В голове Бендера сразу созрел план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились. Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану и вступил в деловой разговор с беспризорниками. Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли на готове у входа в аукцион. «Продают, продают», зашептал Ипполит Матвеевич, «четыре и два уже продали». «Это вы удружили», сказал Остап. «Радуйтесь, в руках все было, понимаете, в руках, можете вы это понять». В зале раздавался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистом крупье и стекольщиком. «С полтиной налево три. Еще один стул из дворца, ореховый, в полной исправности, с полтиной прямо раз, с полтиной прямо два». Три стула были проданы поодиночке. Аукционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Остапа. Он снова набросился на Воробьянинова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме лодзинских коричневых цветов. Он размахивал пухлыми руками, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис. «Скажите», поспешно спросил унастапа, «здесь в самом деле аукцион? Да, аукцион, и здесь в самом деле продаются вещи. Замечательно!» Незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарило множество улыбок. «Вот здесь действительно продают вещи, и в самом деле можно дешево купить. Высокий класс, очень-очень! Ах!» Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных консессионеров, и так быстро купил последний стул, что Воробьянинов только крякнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи. «Скажите, стул можно сейчас взять? Замечательно! Ох! Ох!» Беспрерывно блея, и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный. Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ним мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. И Полит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось. На Сивцевом вражке рояли, мандолины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты, цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Толстый человек с раскрытой волосатой грудью в подтяжках стоял у окна и страстно пел. Вдоль стены медленно пробирался кот. В продуктовых палатках пылали керосиновые лампочки. У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланился и подошел к Воробьянинову. Ипполит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени. — Добрый вечер, — решительно сказал он и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо. Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа фразу. — Так будет со всеми, сказал Коля детским голосом, кто покусится. На что именно покуситься Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по шее. Ипполит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть. — Правильно, приговаривал Остап, а теперь по шее два раза. — Так. — Ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить взорвавшуюся курицу. — Еще разок. — Так. Не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место. Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз меча и орала прекратил бы свое существование. — Ну, кажется, хватит, сказал Коля, пряча руку в карман. — И еще один разик, умолял Остап. — Да ну его к черту, будет знать другой раз. Коля ушел. Остап поднялся к Иванополу и посмотрел вниз. Ипполит Матвеевич стоял наискось от дома, прислоняясь к чугунной посольской ограде. — Гражданин Михельсон, — крикнул Остап, — Конрад Карлович, войдите в помещение, я разрешаю. В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший. — Несолыханная наглость, — сказал он гневно, я еле сдержал себя. — Ай-яй-яй-яй-яй, посочувствовал Остап, какая теперь молодежь пошла, ужасная молодежь, преследует чужих жен, растрачивает чужие деньги, полная упадочность. А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно? — Я его вызову на дуэль. — Чудно. Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопула и соседа справа. Он бывший почетный гражданин города Калагрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках. Это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель? В это время с улицы донесся свист, и Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных. Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Четыре стула попали в театр Колумба. Беспризорный подробно рассказал, как эти стулья везде на тачке, как их выгрузили и втащили в здание через артистический ход. Местоположение театра Остапу было хорошо известно. Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, шикарная чмара. Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался, переулок, в который привезли стулья, в Арсеновсевске он знал, помнил даже, что номер квартиры семнадцатый, но номер дома никак не мог вспомнить. Очень шибко бежал, сказал беспризорный, из головы выскочила. Не получишь денег, заявил наниматель. Дядя, да я тебе покажу. Ну, хорошо, оставайся, пойдем вместе. Блеющий гражданин жил, оказывается, на садовой Спасской. Точный адрес его Остап записал в блокнот. Восьмой стул поехал в дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолевая заграждение в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен завхозом редакции станка. Двух мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные. Казарный переулок у чистых прудов. Номер? Девять. И квартира девять. Там татары рядом живут, во дворе. Я ему и стул донес. Пешком шли. Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала и пролезть за ним было никак нельзя. У ворот стояли стрелки ОВОНКПС. Наверное, уехал, закончил беспризорный свой доклад. Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски рубль на гонца, не считая вестника с Варсонофьевского переулка забывшего номер дома, ему было велено явиться на другой день пораньше, технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы осрамившегося председателя правления, принялся комбинировать. Ничего еще не потеряно. Адреса есть, а для того, чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приемов. Первое, простое знакомство. Второе, любовная интрига. Третье, знакомство со взломом. Четвертый обмен и пятая деньги. Последнее, самое верное. Но денег мало. Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать. В запасе имелись картина «Большевики пишут письмо Чемберлену», «Чайная ситечка» и полная возможность продолжать карьеру многоженца. Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след? Расплывчатый и туманный. Ну, что ж, сказал Остап громко, на такие шансы ловить можно. Играю девять против одного. Заседание продолжается. Слышите вы, присяжный заседатель? Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установки подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установки перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделки вагонкой, панелями ПВХ, установки подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623. Геннадий Анатольевич.